Сегодня будем читать то, что в принципе доступно, поэтому я возьму лишь два небольших коротких рассказа. Это вот эта книга «Султан Хангирей. Избранные труды и документы». Сборник этот есть в продаже сегодня, поэтому я не буду, естественно, его всего читать. Но, как я и обещал, я выбрал два рассказа. Это «Наезд Кунчука» и предлагаю объяснение Аббата почитать, потому что фамилия интересная. И, в принципе, это одна из таких редких историй о шапсугских дворянах того времени. Напомню, что «Султан Хангирей» – это выходец из заула дворянского, ныне Люстинхабль под Краснодаром. Потомок крымских ханов Хануко, который жил здесь, в общем-то, они жили здесь довольно давно, были приняты в общество черкесов и очеркесились в качестве таких орков-дворян, если не ошибаюсь, второй степени. И сам конкретно султан Хангирей, он умер молодым в 43 года, но за это время успел сделать невероятную карьеру. То есть Николай I император планировал сделать из него такого своего рода образ благородного горца, который был воспитан в реалиях Российской империи. Стал ее как бы таким образом цивилизации, через которое планировалось, что вот он вернется. И своим примером покажут соотечественников, что хорошо принять подданство России и все вот эти блага цивилизации того времени, обучения и стать частью Российской империи. Но этот проект рухнул, потому что, да, его воспитали султан Хангирей, он в молодости уже воевал как офицер именно в войсках кавалерийских Российской империи, был участником русско-персидской войны, русско-турецкой войны, георгиевский кавалер, молодой очень, приближенный к императору, с императрицей часто на балах танцевал в Петербурге. И он много писал, он даже его Николай I прозвал черкесским Карамзином, то есть он историю писал черкесского народа. И ему как раз Николай I заказал написать проект, в котором должно быть изложено подробно устройство черкесского общества, то есть этнография, традиции, обычаи, вот все это социальное устройство общества, он ее описал. В общем, в этой книге это все есть, это как раз одно из лучших пособий по тому, как устроено черкесское общество, в принципе, так называемое положение об управлении горскими народами. И он его написал, должен был представить Николаю I, но так получилось, что Николай I в 1837 году приехал на Кавказ, и к этому времени султан Хангирея очень улюбили здесь, потому что все местное военное начальство, оно относилось как бы так с ревностью к его деятельности, то, что он такой приближенный к императору, то, что через их голову все вопросы решает, и они всячески козни устраивали про него, рассказывали, что он специально это делает, подговаривает так, чтобы выставить себя в таком свете, что он единственным может решать вопросы на Кавказе, что он будет сейчас просить для себя отдельное министерство такое по делам Кавказа, в котором он будет главным, а все вот эти все чиновники военные останутся как бы на второй роли. Естественно, это всем не нравилось, особенно Вилеминову, генералу, и вот они про него там всякие басни рассказывали Николаю I, и наговорили вот это все, когда Николай I здесь был в Геленджике, он его вызвал приехать как бы себя оправдать, ну, вроде бы как рассказать свою точку зрения, высказать, но сам по себе он был очень стеснительный человек, султан Хангирей, и он, как бы, ну, видимо, впав в какую-то прострацию такую, он не решился и сказался больным и не поехал. И Николай I воспринял это именно, ну, как вот сказать, как признание правоты этих генералов, что вот он действительно якобы все это из своих личных эгоистичных побуждений ему рассказывал. Проект не был принят императором. Проект интересный в каком смысле? Что султан Хангирей предлагал, да, частично благами цивилизации привлечь черкесов на сторону Российской империи, а самых непокорных, да, военной силой покорять. Ну, в общем, этот проект был императором Николаем I отторгнут, на него наложен был гриф секретности, который сняли только в середине XX века. И когда начали снимать, гриф секретности потихонечку из записок составили вот эту книгу. Ну, а сам султан Хангирей, он остался жить в своем ауле Творянском, уехал с Петербурга. Через время, он как раз рассказ Беслини Аббат об этом говорит, его Беслини Аббат все-таки уговорил поехать перед Николаем I выступить, оправдать себя, как бы восстановить свое имя доброе. Они поехали, но, в общем-то, и он уже был неинтересен императору, и сам проект этот, скажем так, мирного покорения черкесов уже не был интересен Николаю I. То есть уже возобладала вот такая позиция военная, лобби военная. И он ни с чем вернулся обратно, и несколько лет потратил на собирание фольклора, запись его у себя в книгах, и умер молодым достаточно. То есть ему было, я скажу, 36 лет. Ну, а мы почитаем сегодня вот эти два рассказа. Первый, наезд Кунчука, это интересная история, потому что наезд Кунчука, этот рассказ, был спустя годы, в начале 20 века, использован потомком султана Хангирея, султаном Давлет Гиреем, непрямым потомком, для постановки первых черкесских пьес на черкесских благотворительных вечерах в Екатеринодаре. В частности, на втором вечере в 1914 году была поставлена театральная пьеса по наезду Кунчука, которая считается предвестницей адыгейского театра вообще. Ну что ж, начнем ее читать. Итак, наезд Кунчука, предание. В верстах пяти от нынешнего Павловского моста, и я помечу, что Павловский мост, это примерно мост, где ГЭС современный, через речку Кубань. Вот въезд из Дегея в Краснодар по трассе, где ГЭС находится, это старый Пашковский мост там находится, там Пашковский перекат так называемый. В верстах пяти от нынешнего Павловского поста, на левом берегу Кубани, среди глухого леса, в шалаше, толпа черкесской молодежи беззаботно веселилась и громко пела песню, порой заглушаемую звонким ударом на гайке или преском воды. Красавицы гор на порогах саклей за рукоделием поют про подвиги храбрых. На крутых берегах кипучие лобы, питомцы брани вьют арканы. А темир-казак с небес в ясную ночь указывает им сакли врагов. Темир-казак – это полярная звезда. И вот не на ладьях, а грудью бурных коней рассекают Кубани шумные воды, и пустыни безбережных степей пролетают под учей звездой. Вот пред ними и древний дон плещет, и седые волны катит, над волнами стелется туман, в мглистой выси коршун лишь чернеет, а берегу лишь робки лани бродит. Вдруг вблизи раздался чей-то голос. Певцы, примолкнув, слушаясь, и вздрогнули. Кто-то напевал известную битвописательную песню Казбека, которую суеверные черкесы почитали зловещую. «Пойдите и узнайте, какая это собака подошла к нам с таким зловещим воем», с досадой воскрикнул старшина, но незваный гость уже был пред ними. «Да умножится добыча ваша добром от нетому дальних народов. Могу ли к вам войти?» сказал незнакомец, спрыгнув с коня и остановясь на пороге шалаша. «Впрочем», — прибавил наездник гордо, «на мою скромность можно положиться. На мне еще никто не видел прожженной шапки. Я дворянин». Прожженная шапка — это символ бедноты. И вора. Точнее, вора даже. На воре шапка горит. Это тоже черкесская в том числе пословица. «Гостеприимство живет и в шалаше, но советую тебе впредь не петь зловещей песни, подъезжая к охранителям, которые с часа на час ждут возвращения своих из наезда», — сухо отвечал старшина. «Я не приехал сюда учиться, что мне делать и чего не делать. А о наездниках ваших знаю более, чем вы сами, и могу предсказать, что они не привезут и орши на ткани, не пригонят и жеребенка». Да что таить, не затем и поехали. Прекрасная гюль, быть может, давно уже в объятиях бородатого нагайца, и похитить ее дело невозможное, дерзкое. Впрочем, Кунчук сам создан из дерзости, и как ему удалось пригнать табун Шамхала из заказанища, схватить пленника из Джиметея, то он готов нахвостить черта переплыть через Азовское море. В те времена, наездничества, о которых и теперь старики не перестают вздыхать, Черкесия блистала красавицами, как небо звездами в ясную ночь, а наездники, как метеоры, летали по ней, всюду оставляя за собой кровавые следы. Между тогдашними красавицами сияла, как полная луна среди звезд, прекрасная гюль, а между наездниками, подобно молнии, сверкал знаменитый Кунчук, и на них-то намекал незваный гость. Он бы долго еще болтал и хвастал своим всезнанием, но старшина отвел его в сторону и долго разговаривал с ним тишком. Наконец, приезжий гость сел на коня и прямо въехал в воду. «Бери выше, брод наискось, быстринно снесет ниже раскопа, рыба будет праздник, кости вороном не достанутся», кричали ему с берега, но отважный наездник, не слушая советов, вздернул ноги выше потника, надел шашку на шею, приподнял саблю и, махнув рукой, поплыл напрямик. Волны бегали, плескались вокруг него, привычный конь грудью резал глубину вод, струю и увивались за ним, как раздраженные змеи. Пена брызгала и вот еще сажень и раскоп, гибель неминуемая. Но удалой наездник ударил на гайке по голове лошади, она взвилась и втриск кака вынесла бесстрашного на противоподлежащий берег. Толпа черкесов ахнула от удивления. Незнакомец спрыгнул с седла, закинул по воде за луку, засучил рукава, выжал воду из шерсти лихого скакуна, обтер ему глаза и лоб, как будто чувствуя нежной заботы своего господина, конь играл и уявался вокруг наездника. Наконец тот сел опять в седло, помчался вскачь, осадил, опять перекрестил несколько раз тропинку, извивающуюся по берегу реки и, как молния в темной туче, исчез в чаще леса. — Старый волк! — проговорил старшина, возвращаясь в шалаш. Лета покрыли голову его селенами, а он еще не перестает скитаться одиноко, как вепрь в осеннюю пору, — подхватил другой. — Пусть бы век свой скитался, что нам здесь дело? Так к чему было перебивать наше пение зловещую песню? Говорит, что у него лошадей увели из конюшни и след потерял в лесу, а потому, завидев наш огонек, приехал узнать, кто мы такие. Но бог с ним, лучше запоите, дети, веселые песни, наезднические. Пришла пора моей молодости, но сердце еще так и бьется от радости, когда услышу сладкий голос отваги. Черные тучи висели над озовом. Порой вырывались из них пламенная молния, небо вспыхивало и снова темнело, и дождь закрапывал. Гром рокотал глухо. Но город тихо засыпал. Огоньки один за другим погасали, и только оклик часовых на стенах крепости прерывал его могильное безмолвие. Наконец и то стихло. Сверхнула молния, и видно стало, как один из часовых спускал в ров лестницу. Сверхнуло еще, и вот он уже ползет осторожно, как змея. Яд змеи в миллион крат менее гибели, не менее гнусен измены. За холмами, вдали от крепости, сто человек панцирников лежат, притаившись в земле. За ними десять пеших держат их коней. Двадцать конных стоят в готовности для защиты. Кто-то подполз к одному из ста, прошептал ему на ухо, и сто броней заскользнуло по траве тихо, так тихо, что сама трава не слышала швелеста и звука кольчуг. На краю города повзвышался дом паши, обнесенный высокой стеной из сердцового кирпича. Болтовня лишь стражей на дворе нарушала глубокое полночное молчание. Зачем нас держит здесь паша, как цепных собак? Спросил новобральниц товарища своего старого янычара. Кого боится и от кого мы уберегаем его? Держит за тем, что он может это делать. Нас, детей бекташи, мало здесь, а силен он нагайцами. Чего боится? Боится своей совести. Отнял жену у кунчука, того самого деребе черкесского, что дружится с ним. А тот не бык, чтоб вытягивать шею свою под дерьмо. Паша и не персиянин, чтоб поцеловал полу его кафтана, когда этот скажет, твоя жена мне нравится. Неужели отнял? Да как это случилось? Случилось очень просто. Паша был в гостях у соседа кунчука, где на ту пору справляли зеофет. А на зеофете, где у них, как у неверных девушки, пляшут и веселятся при мужчинах, была и прекрасная черкешенька. Красотка, как бельмо, бросилась на глаза паше. Кто она? Невеста кунчука, отвечали. Что стоит? Громкий смех был ответом. Паша покраснел, но знай, буробек, где смеются, там и плачут. Где не продают явно, там торгуют тайно. И на этот раз вышло так же. Воз бархата, парчи, сукна и всякого добра, тайком перешел из кладовой пашни в собачью лачугу отца красавицы. И однажды поутру, когда его не было дома, входит к дочери черкесы и говорит шепотом. Что, кунчук, требует скорого соединения? Что отец ее, скряга, рад будет, если она убежит к жениху, и тем избавит его от издержек свадьбы. Видишь ли, у этих собак обычай ворвать жен. От непохищенного мяса у волка делается оскомина. Жених-то был молодец, и красотка только и ждала словечка, чтобы броситься в его объятия. День этот казался ей длиннее, длиннее, ну, самой предлинной ночи. Все присматривала на солнце. Наконец, к ее радости свет потух, как моя трубка. Дай-ка огня. Когда ночь покрыла землю сорока покровами, а каждый из них был чернее совести нашего Кадия, когда человек десять подъехала к Терновой ограде дома, где жила красавица, она вышла к ним навстречу, и через несколько минут уже мчалась по степи. Сердце у нее билось от радости, что скоро увидит милого. И думаешь, что увидела? Нет, брат, если ты это думаешь, так ты глуп, братец. Не жениховы-то были посланцы, а наши Нагай от Паши, и с ними тот черкес, что обманул ее. Он надеялся сделаться любимцем Паши и рожиться первым богачом Азова, и ты думаешь, что он разжился и обошел в милость? Нет, братец, он его просто выгнал, а на ропот изменника чуть-чуть не зажал горло веревкой. Ты вчера продал свою госпожу, а завтра продашь и меня, если кто посулит тебе много золота. Знай вас, сказал Паша. Изменник притих, как овечка, и уже слушать Паши не при нем, а в страже. Вот там на часах стоит. Тут-то бы и не принимать его, а не то, пожалуй, и город продаст. Пусть бы себе отворил врагам двери горем Паши, а оно ничего, никто же ни слезинки не проронит, но если город, город выдаст. А нам что-то сделало, прервал его старый янычар. Если б Истамбул сгорело, то у меня и одной рогожки не сгорит. Однако ж, жаль девушку. Я стоял на часах и подсмотрел, Паша к ней, а она грозит кинжалом и клянется зарезаться, если он шаг не подступит, ведь она волчья племени. Да и Паша сродни им, нагаяц, и, говорят, уже успел ласкать красотку. Через неделю, сказал садовник, будет свадьба. Ну, нет, что-то худоверится. Да и она-то бледна, как смерть. А смотрит чертом, тоскует, не спит. Да посмотри, вот уж заполнишь, а она отворяет окно. С последним словом старый янычар зевнул, как голодный волк, но уста его более не сомкнулись. Из-за угла визгнула пернатая стрела черкеса и угодила прямо в рот рассказчика. Изрубить стражу в куски, разбить двери гарема, было делом одного мгновения для отважной шайки удальцов. Прекрасная Гюль очутилась в объятиях Кунчука. Черкесы проворно хозяйничали во дворце Паши и прибирали к рукам, что было поценнее. Кунчук, передав свою невесту в надежные руки, пошел искать Пашу, который отомстил за бесчестие. Черкес, обоим изменивший, следовал за ним. «А, жирный пес!» с яростью воскликнул Кунчук. «Ты не умел ценить моей дружбы, так умей почувствовать злобу мою!» и обнажил свою саблю. Паша гордо взглянул на него. «Мы с тобой еще успеем разделаться, но прежде мне надо отдать долг за дружбу этому изменнику», сказал Паша, указывая пистолетом на черкеса. Выстрел грянул, и тот покатился. «Вот награда ему за услуги. А теперь твоя очередь». Другой пистолет блеснул в его руке, но уже было поздно. Сабля Кунчука тяжело опустилась над черепом Паши и раздвоенный повалился к ногам мстителям. Между тем тревога кипела в городе, подожженным с другого конца. Партия Кунчука с его невестой, пленницами Гарема и с богатой добычей, спустилась по лестницам с крепостного вала в поле. Товарищи их подскакали к ним с лошадьми, и удальцы умчались в степь. Один Кунчук остался на кургане любоваться картину дела им совершенного. Волны пламени, гонимые порывами сильного ветра, разбегались шире и шире по городу, охватывали строения, вились и змеями, исчезали в клубах черного дыма. Взрывы пороховых погребов потрясали землю, сбрасывая под небо горы камней тысячи людей. Кунчук любовался делом своей мести. А между тем гроза на небе свирепела, гремели громы, казалось раскатами своими говорили ему, смирись, но сердце Кунчука не знало смирения, с гордостью торжествовало злодеяние. Гуляй, душа, упивайся кровью врагов, славная месть, славная о ней будет и память, проговорил он со зломной радостью, надвинул шапку на глаза, удары на гайки, как град посыпались на бока коня, и тот быстрее вихрь умчал его в степь и соединил с семьей отважных удальцов. Необозримая степь между Кубанью и Доном в эпоху нашего рассказа была опасной пустыней. Там не только не было дорог, но путник даже не находил тропинок, и в те времена наездники, прославившиеся отдаленными набегами, проезжали безграничную степь с отважностью вполне достойных головорезов. Их партии, блуждая по необозримой пустыне, часто встречались между собой и нередко сильнейшие, истребляя слабейших, вместе с добычей вносили на родину пламя междуусобий и кровавого мщения. Не так опасны были нападения, как возврат. Иногда, блуждая целые недели, месяцы, хищники подвергались погоне, настигавшей их следом. Опытность вожатых, именно которых и поныне живут в памяти народа, скитаясь по этим пустыням, свыкаясь с приметами, спасала их в подобных набегах. Ночью руководителем были полярная звезда Тимир Казек и Млечный путь, называемый путем прогона Табунов. Днем, в ненастье, осеннюю порою, направления трав, ветров, постоянно дующих в ту пору года, курганы, на южной стороне которых скорее тает снег, сохнет трава и многие другие подобные же приметы. Прославленные вожаки скрывали от толпы известные им признаки, и народ многих из них почитал людьми, имеющими связи с белыми и черными духами. Однако же случалось, что и черные и белые духи не помогали, и отважные удальцы гибли в необозримой пустыне в самых жестоких страданиях. Один подобный случай ознаменовал последнее время наездничества. Партия хищников, предпринявшая отважный наезд в позднюю осеннюю пору, долго рыскала по бесконечной степи между Кубанью и Доном. Наконец, захватив табун лошадей и донцов, возвращалась на родину, оглашая пустыню радостными песнями. Вдруг настали сильные морозы, и наездники, одетые по обыкновению весьма легко, подверглись жестоким мукам. На их беду подул поразительный северо-восточный ветер, называемый Неккой, с крупными хлопьями снега, и вьюга метель покрыла страшным мраком пустыню. Наездники не вдруг решили бросить добычу и спасаться. Они старались превзойти друг друга в твердости и терпении, гнали захваченных лошадей, но бедные животные кружились, толпились в кучку, и их принуждены были бросить. Пока у черкесов были седла, они могли еще хоть раз в сутки согревать себя огнем от сжигаемых отчера горчаков. Но когда и это спасительное средство исчезло, когда мороз и метель увеличились, и уже ни одного товарища не досчитывались, или замерзшего, или бежавшего, в надежде на свою лошадь и теплую одежду, вопреки чести и общему мнению, повелевающему уступить последнее более нуждающемуся. Тогда остальные, числом до сорока, спешись, составив круг, взявшись за руки, стали плясать, как их бытновенно пляшут на свадебных пиршествах. Черкесы имеют множество плясовых песен, но при этой трагической пляске погибающие на ездики стали петь не из числа старых, известных этого рода песен, а новую, сложенную ими в предсмертный час. В этой песне, которая начинается обращением к ветру и снегу, стихи, им угрожавшими гибелью, изложены их страдания, бедствия, твердость и слабость товарищей, и в словах сквозь завесу скромности пробивается чистолюбивое желание передать имена своему потомству. Некоторые даже намекают на любовь свою и ее предметы, и в какое время. Многие из певцов не дожили даже до конца слагаемой песни. Однако же эта песня, показывающая характеристические черты черкесов, не погибла в пустыне, в завывании в юге. Семь человек спаслись, и возвратились на родину, возвестили о гибели прочих, и передали потомству песню страдальческой кончине своих товарищей. Один из них, Шебанэ Лаше, дожил до наших дней. Это он пишет о себе в 1830-е годы. Я хорошо помню этого высокого худочавого старца. Мы, дети, бывало, украдкой смотрим на глубокие морщины его чела, и потом с каким-то неизъяснимым чувством поем песню страдальческой смерти наездников, несмотря на то, что и старшему из нас было не более шести лет. Не знаю, чем мы были, если бы нам суждено было расти на родине, но помню, что вид этого старца рассказы и песни о гибели его товарищей воспоминяли ребяческое наше воображение искрами сильной страсти к промыслу разбойничества, потому что наездничество прежних черкесов в наше время превратилось в разбойничество, а между этими видами огромная нравственная разница. Наездничество покраснело бы от мысли воровать у соседа лошадь, изменить своему слову. Его цель была слава, отвага, а теперешнее разбойничество как развратница не знает и тени, и стыда. Его цель – корысти. Но возвращаемся к нашему преданию. Партия Кунчука, наконец приблизивших к берегам родной Кубани, и когда вершины прибрежных деревьев показались взором наездников, тогда выстрелы и радостные песни огласили безмолвную пустыню. Предводитель взмахом руки остановил партию. «Вот родные берега Кубани, мы теперь дома. Остановимся же здесь и отдохнем, а не то, пожалуй, скажешь, что мы бежим, не оглядываясь», сказал Кунчук. Наездники в ту же минуту соскочили с коней, стреножили их мигом, выстроили шалаш для красавицы, другой для предводителя и старались бодростью и веселостью превзойти друг друга. Один только седой наездник не слезал с коня, угрюмо посматривал на окружающих его. «Товарищи, можете отдыхать спокойно. Волк нас будет стеречь, а глаза у волка говорят зоркие», сказал один Жанинский, Жаневский. Наездник, играя словами и лукаво поглядывая на конного товарища, которого звали волком, седой наездник вспыхнул. «Не шути со мной, молокосос, а то выйдет шутка мыши с котом. Гордость вздула у вас, Жанинцев, нос вышел ба, так что и глаза не видят дальше его конца. Мы разалили целый город и возвратились, оставив всюду кровавый след. Как не видите погони на хвостах, так и думаете, что неприятель спит непробудным сном и готовы запеть по нем сагхэш? Залейте ему горло холодной водой, не то я залью его уста свинцовой иголкой», отвечал испыльчивый Жанинец. «Или лучше завяжите ему глаза, заткните уши, чтобы он мог отдохнуть, а то ему, бедняжке, все чутится погоня и слышится топот неприятельских коней. Шутки превратились в угрозы и по обыкновению должны были окончиться оружием, но Кунчук предупредил кровавую сцену. Полно тем волк бесится, когда дети шутят. Седой наездник, ворча что-то про себя, отъехал в сторону, стряножил коня и лег отдыхать, не сняв так же оружие. Ночь миновала спокойно и тихо. Кровавое солнце взошло на горизонте и вскоре сокрылось за густым туманом. Седой только наездник один давно уже бодрствовал, а прочие его товарищи, утомленные неимоверными трудами набега, еще спали спокойно. Вдруг он вздрогнул, проворно взбежал на ближайший курган, но леса скрывали и самые ближайшие предметы. Он припал к земле и долго прислушивался. Это погоня, воскликнул он и бросился будить товарищей. Все вскочили, но сон усталого не скоро оставляет. Кто бросился к оружию, кто к лошадям, крик, беспорядок царствовали в стане отважных наездников. Правая мягкая трава, самая лучшая постель. Вот погоня настигла, ударила, наездники кое-как успели собраться, но многих из них уже не доставало. Неприятель рубил, черкесы падали, пал и волк на трупы своих собратьей. Кунчок не терял присутствия духа. Храбар отбивался, заменяя личным мужеством малочисленности, распоряжался шайкой своих удальцов. Он послал невесту и пленниц к переправе, но было уже поздно. Неприятель, еще с вечера примите расположение наездников, отделил часть войска к берегу Кубани на перерез. Захватил там караул, беспечно ожидавший возвращения товарищей и овладел переправой. Кунчук, завидев опасность невесты, кинулся туда, где жребий кровавой сечи, готовый передать в руки врагов его любезную. И там закипела страшная резня. Кровь пролилась ручьями. Турки и нагайцы с ожесточением мстили за истребление своих жилищ. Черкесы упорно защищали свою добычу, но число бесстрашных наездников с каждой минуты уменьшалось, пешились, перекололи своих лошадей кинжалами, составили из тела их завал, дрались с отчаянием и один за другим гибли. Судьба берегла одного только Кунчука и его невесту. Напрасно он умолял ее оставить его, отдаться неприятелю, но она не хотела удалиться, хотела умереть прежде своего любезного, хотела защитить его своей грудью. Мои товарищи все пали до единого, как богатыри и слава им. Я не могу тела их унести с собой, но умереть могу. А ты кому будешь принадлежать тогда? Спасемся! Вскричал наконец отчаянный любовник. Одной рукой обхватил ее в стан, в другой заблистала страшная сабля и как лев разъяренный прянул на толпы врагов. Визумленные раступились. Кунчук на берегу, внизу кипят, бунтуют пенистые волны глубокой пучины, а позади мечи неистых врагов, смерть или плен. И он с разбега бросился с обрыва. Бездна развертлась, брызги брызнули, волны по-прежнему бурно пенистей. Клокача потекли обычным путем, схоронив к холодной груди свои трупы львовых любовников. С тех пор крутой мыс, который виден с восточной батареи Павловского поста вверх по течению Кубани, черкесы называют Кунчуков спуск. Это ныне Пашковская переправа Краснодаре. Вот, в общем, такой рассказ, который был использован для постановки полноценной театральной пьесы в 1914 году в Краснодаре. Так, ну, а теперь предлагаю перейти к нам чуть более крупной рассказу про объяснение Аббата, рассказ про вот этого знатного выходца из Шапсугов, который одним из первых ходил еще с бжедукским князем Хаджимуковым Батргереем или Бачерем к Екатерине II, предлагал уйти на правый берег Кубани и первым получил такое разрешение, но погиб в Безюкской битве с Шапсугами. А вот Беслиний Аббат выжил и перешел на правую сторону и я так понимаю, он жил в какое-то время в не Суворово Черкесске, а Гривенском Черкесском Ауле. Итак, Беслиний Аббат из сочинений под заглавием биографии знаменитых черкесов и очерки черкесских нравов и преданий покойного флигель-адъютанта Хан Гирея. Прежде всего, изложим здесь некоторые подробности о Шапсугском племени. Подробности сами по себе очень любопытные, необходимые для того, чтобы иметь достаточное понятие о ходе общественных дел на родине замечательного человека, имя которого мы выступили в заглаве этой статьи и в которых принимал он так долго живое участие. Шапсугское племя в наше время по многочисленности своей самое сильное между черкесскими племенами. При водворении своем в горах состояло из пяти только союзных родов или Тедлако, которых я буду называть кланами, бывших под предводительством Аббата, родоначальника нашего героя. Я здесь хочу отметить, что по старым вот этим сведениям Аббаты считаются одной из крупных шапсугских фамилий, которые ведут по легенде свою родословную от кабардинцев, вышедших из Крыма и с одной из кабардинских крупных княжеских фамилий они имели родственные связи, по-моему, с Куденетовыми, но это надо уточнить. Эти кланы именовались Кобли, Коблевы, Схопте, тут возможно на шхалах его имеется в очень таком искаженном виде, Севотох, Надхо и Неддахо. Они разделились на две части и первые три клана водворились на речке Шапсхо и были основателями шапсугского племени, которая, как полагают от названия этой речки, приняла нынешнее свое наименование. Впоследствии население в шапсугском племени до такой степени увеличилось от присоединившихся к нему жителей равнин, что оно принуждено было занять обширное пространство горы и ущелий и, наконец, выдвинуться к северным покатостям и равнинам. Шапсугское племя, вероятно, и в прежние времена делилось, как и теперь, на орков или дворян и фокотлей, которые мы назовем вольными землевладельцами. Не находим другого названия, которое, вернее, определяло бы значение этого многочисленного сословия черкесов. И на крестьян. Дворяне, облеченные преимуществами, образовали с собой господство счасословия. Вольные землевладельцы составили народ, подчиненный дворянству на определенных неясно, но тем не менее тягостных условиях, которые возникли от местных обстоятельств и утвердились временем. Крестьяне не все несли одинаковые обязанности. Одни из них использовались более значительными правами собственности и свободы, отбывали менее тягостные повинности, а другие, напротив того, не пользуясь равными с ними правами, работали на своих владельцев по мере возможности. будет ближе назвать первых оброчными, а вторых дворовыми. При быстром превращении населенности шапсувского племени оно образовало три главных союза или соприсяжничества. Первый из них, состоящий ныне кажется более чем из 30 кланов, известен под общим именем Кобли, ну, Коблевую фамилию. Второй Хохосеватох, а третий Схапте. В каждом из последних двух союзов считается не менее 20 кланов. Название этих союзов доказывает, что народные предания об их основателях не суть вымысла. Нет никакой возможности верно определить число людей в кланах, также бесполезно распространяться и о подразделениях в последних. Шапсувские дворяне долгое время пользовались важными преимуществами, народ по привычке терпел, хотя и не без опыта, тягостные для него следствия такого положения дел, но между тем невидимо скопились обстоятельства, долженствовавшие изменить его судьбу и неспровергнуть могущество господствующего сословия. Дворянство, гордясь своей древностью и сильными своими преимуществами, не хотело унизить себя родственными связями с людьми низкого происхождения, а народ напротив того принимал в свой круг каждого пришельца и, так сказать, усыновлял его. Пришелец присягал быть верным клану, которому приставал, а тот со своей стороны тоже присягал охранять безопасность нового своего члена. Таким образом, клан увеличивался и, соединенный в одном и целое общими выгодами и клятвами составлял один союз, которого каждый член приобретал в силу с помощью соприсяжников Тхар-Ог он их называет. Следовательно, клан не мог подвернуться совершенному раздроблению на части и расслаблению в своем составе. Здесь не должно искать причины развития понятия народа о свободе, средством которых был упадок влияния и власти дворянства, но этот переворот совершился не вдруг, а постепенно и почти неприметным образом, без предварительного кем-либо соображения последствий. И как свежие предания, заключающиеся в себе важные события народных волнений, хотя сохранили имена немногих старшин, более или менее имевших влияние на общественные дела, однако мы не видим между ними сильных умов, которые управляли бы ходом дела и потому думаем, что упадок власти и влияние дворянства и возникшая сила народа было делом времени и инстинкта к обеспечению от насилия своей жизни и собственности, преимущественно и проявлявшихся у независимых народов. Чувство собственного могущества редко не выводит человека из границ умеренности. Неудивительно, что и шапсугский народ, недовольствуясь тем, что разрывал уже оковы строгой покорности дворянству, захотел водворить между господствовавшим сословиями собой равенство, однако же по привычке он все еще предпоставлял дворянству некоторые поверхностные преимущества, во многих случаях значительной и потому явного разрыва между бывшими господами и подвластными не было до тех пор, пока ображению умов последних не представилось свободное стремление. Некоторые из самого сильного числом и связями отделения шапсугских дворян Шарит Луковых разграбили проезжих торговцев, бывших под покровительством членов одного клана и убили при этом в случае двух защитников и покровителей. В прежние времена это ничего не значило, дворяне позволяли себе еще и не такие насилия, но теперь народ уже чувствовал свое могущество, решил сатомстить и сильную массу напал на дом одного из дворян, разграбил его, захватил крепостную девушку и оскорбил мать дворянина грубыми словами и побоями. Это был почти первый пример посягательства народа на честь и права, присвоенный дворянину его дому коренными обычаями. Шапсугские дворяне сильно оскорбились этой дерзостью народа, и тут началась между ними вражда, знаменитая своими последствиями. Дворянин, которого дом был разграблен и наскорблена мать, принадлежал к Шарит Луковым, и потому все члены многочисленной этой фамилии, приняв непосредственно на себя обиду, нанесенную одному члену своему дома, как и должно было по обычаям и условиям родственных связей, решились кровью омыть это бесчестие, и для этого они покинули свою непокорную родину. Говорят, что к такому решительному поступку Шарит Луковы были подстрекаемы прочими шапсугскими дворянами, втайне желавшим избавиться от них, как от сильных совместников. Любопытны переговоры Шарит Луковых перед выходом из своей родины с соседями, покорительства которых они искали. Бжедугское поколение было тогда очень сильно. Хамашайское общество, в то время частные сношения шапсугами своими соседями. Шарит Луковы просили через своих депутатов покровительства у дворянства этого племени. Старший князь Хамашейский, которому у депутата обратились как к главе, отвечал, что князья и дворяне соберутся, переговорят между собой, обсудят им просьбу и тогда уже дадут им ответ. Депутаты изъявили желание дождаться съезда и ответа. Князья и дворяне съехались и начали рассуждать. Первостепенный дворянин Бшихако Бореко Бореков, наверное, или Бороков, один из почтейших старейших тогдашнего хамашейского дворянства, первый подал мнение, чтобы прежде чем принять под свое покровительство Шарит Луковых, вступить в посредничество между ними шапсугским народом и примирить их своим влиянием и через то избежать напрасного кровопролития и разорительной войны. Мнение не только рассудительное, но и справедливое, потому что хамашейцы были тогда в мире с шапсугами, следовательно, надо было иметь основательную причину, чтобы уничтожить существовавшие уже условия соседства, заключенные так недавно и с таким всеобщим желанием. Если бы шапсугский народ не оказал уважения к посредничеству хамашейцев, тогда уж должно было будет защищать вооруженную рукою дело Шарит Луковых, говорил умный старшина, но его предложение было отвергнуто самым нелепым образом. Один из молодых князей, человек храбрый, но вспыльчивый и грубый, с обидной насмешливостью возразил благоразумному старшине, что для него должно выстроить крепкую ограду, из которой шапсуги не в состоянии будут его взять, если случится война. Эта выходка была вовсе неуместна, тем более, что Барека был воин, известный своей храбростью, но она выражала общее чувство молодых людей и дворян, князей, жаждавших войны. Оскорбленный старшина высказал свое негодование сильными, но приличными словами. Таким образом, опрометчивость преподшла кровопролитие благоразумному убеждению и ужасная война возгорелась. Кровавые ее следы доселе еще не изгладились, хотя минуло уже более полувека. Заметим здесь одну любопытную черту нравов, напоминающую лучшую эпоху Черкесии. Депутаты Шеретлуковых, находившиеся на съезде, именем членов своей фамилии объявили благоразумному Береку, что, зная его любовь к спокойствию, ни один из них не станет беспокоить его просьбами о помощи. Для них достаточно участия, принимаемого в их судьбе прочими дворянами по чувству собственного своего достоинства. Это было сказано очень вежливо, однако, что по тогдашнему образу выражения оно было сказано очень сильно и для храброго старшины оскорбительные грубой выходки с плечевого князя. Он отвечал, что никогда не пожелает, чтобы они имели нужду в его помощи, но б же дуги увидят, избоязни ли он советовал отвратить войну рассудительными и нечестивыми переговорами. И небесчастными переговорами. Шеретлуковы, оставив буйное свое племя, водворились на время как изгнанники в бждугском поколении. Сильным партиям своих покровителей они указывали сердце своей родины и нападающие не щадили крови. Но два-три упостошительных кровавых их набега не могли усмирить мятежный народ. Шапсуги созвали многочисленное дотали невидимое в их земле ополчение, страшное числом а не воинственностью и неисправностью вооружение. Оно двинулось к Мышейским аулам с наверением истребить мечом и огнем покровителей изгнанников. Мстительный дух народных старшин жаждал крови, а толпы стремились вслед за ними в надежде добыть. Шапсуги поклялись не щадить ничего, а их противники горели нетерпением отомстить равную гибелью. Раздражение и ненависть с обеих сторон были чрезвычайны. Как могущественно сила воспоминания даже о том, что лишь слабо сохранилось в темных преданиях народных. Древняя песня о знаменитом изгнаннике, которому предки бжедугов с таким удивительным самоотвержением оказали покровительство, теперь раздавалось в устах их потомков. Конечно, недостойных героев древних песен, но все еще храбрых, отважных и возбуждало в них чувство народной гордости. Теперь, как и в то громкое для их славы время, они решились на пролитную войну для защиты своих гостей. Зная намерения врагов, бжедуги поголовно вооружились и хотя не составляли половину неприятеля, однако же пошли к нему навстречу. Это было с их стороны отважно, но должен сказать и то, что они презирали шапсугов и всегда побеждали их в открытом поле. К тому же небольшой отряд казаков, пришедший к ним на помощь, поощрял их отвагу. Неприязненные ополчения встретились на берегах реки Бзийко, и тут произошло кровопролитие, в позднейшее время невиданное в междоусобных войнах черкесских племен. Шапсуги нападали с ожесточением, их знаменосцы, обыкновенно стремящиеся вперед, не раз вскакивали в массы противников. В жадуге употребили военную хитрость, которая вполне удалась, потому что неприятель горячился, и они успели навести неприятельскую конницу на свою пехоту, скрытую во враге, и оружейным залпом последние привели ее в замешательство. Потом, в свою очередь, атаковали ее с такой стремительностью, что быстро опрокинули, и она, жестоко поражаемая, смяла часть собственной своей пехоты, на которой была опрокинута. Шапсугские старшины напрасно старались удерживать орабевших воинов, напрасно храбрейшие из них, стыдясь бежать смертью своей, искупляли постыдную трус из товарищей. Их усилия были тщетны. Пехота шапсугская некоторое время храбро сражалась еще после того, как конница была уже разбита, но тем сильнее было ее поражение. Она не могла отступить в порядке и попалась между двух огней, потому что часть беждугской конницы, возвращавшейся с победы над неприятельской, встретила ее, и тем кровопролитнее еще сделалось ужаснее. Сама природа, казалось, благоприятствовала малочисленным победителем, карая гордых старшин непокорного народа. Утро этого достопамятного дня было тихо, прекрасно. Гряды легких облаков двигались плавно, как рать, и, скопляясь под голубым сводом южного неба, ветер не шевелил вершин дерев. Летнее солнце великолепно взошло над прекрасной равниной, облиставшей серебристой росой и скоро одолженствовавшей обогриться кровью. Но незадолго до сражения горизонт покрылся мрачными тучами. Изредка сверкала молния, нападу сильный ветер и в самом начале сражения пошел проливной дождь, столь сильный, что во врагах образовались быстрые глубокие ручьи. Конечно, такие перемены в атмосфере на гористых местах обыкновенны, но суеверие народное приписывает их, когда они случаются замечательными событиями при знаменовании. Как бы то ни было, а этот случай был полезен малочисленным победителям тем, что огнестрельное оружие трудно действовало, а в рукопашном бою ловкие проворные бжедуги много выигрывали перед грубыми своими врагами. После сражения было покрыто убитыми, а, поле сражения было покрыто убитыми и раненными. Целыми толпами пригоняли пленных к сборному месту. Добычу, оружие свозили туда же для дележа и, говорят, его навалили целые горы. Такая важная победа стоила дорого и победителям. Они потеряли много отличных людей, в том числе и храброго князя Батергерея Хаджимукова. Этот замечательный человек получил смертельную рану в самом начале сражения, когда не было еще известно, чем решится судьба этого достопамятного дня. Стекая кровью, лежал он на поле кровавого побоища и посылал вперед своих друзей с рыданиями и слезами, останавливавшихся над ним. «Ступайте, ступайте, вы там нужнее», говорил он, и когда узнал, что враги его родины разбиты на голову, произнес с радостью, как римлянин. «Теперь я умру спокойно». И душа благородная и величественная, как минуты его отхода в вечность, покинула землю. О, гордая и ненасытная обладательница наук, ты коснее сама в эгоизме с презрением называешь варварами людей, которым и в полудиком состоянии доступно столь возвышенное, столь благородное чувство. В плачевной песне, сложенной после этого достопамятного дня, три-четыре вялых стиха посвятили такому замечательному человеку и только. Участие малочисленного отряда казаков Черноморского войска было делом второстепенным, но оно принесло победителям важную пользу. Несколько выстрелов из орудия, бывшего в этом небольшом отряде, должны были внушить сильный страх шапсугам между тем, как его присутствие одушевляло победителей. Бждуги были благодарны казакам. В той песне, посредством которой они хотели предать потомство своей подвиги, поместили и имя начальника казаков. Потерю шапсугов верно определить невозможно. Полагают, однако, что 800 тел осталось на поле пролитного сражения. По крайней мере, шапсуги при всяком случае повторяют даже и теперь. Мы не забыли наших 800 тел, угрожая за них отомстить. Если бы подобное сравнительно событие совершилось в умной Европе, то все ведущие журналы привели бы в движение все политические умы, решающие на досуге и по своей милости судьбы царств по газетным известиям. Но здесь оно почти уже забыто, и лишь изредка может быть полумирный аратай на берегах Бзиюка, ручейка ничтожного, нудавшего имя достопамятному дню, Бзиюка-Зау. Отрывая человеческие кости, вздохнув, произнесет. Тогда погиб и мой отец. И глядит угрюманный, сливающий останки собрата. Впрочем, для настоящего поколения низовых черкесов, Чах, Бзиюкское поражение составляет эпоху. Однажды я спросил хамышевского дворянина, сколько ему лет. Во время Бзиюкского сражения я в состоянии был ездить верхом на лошади, отвечал он. Подобный ответ даст вам всякий бжедук или шапсук, которого голова уже довольно посидела. Я помню, когда тело моего отца привезли на нем, все платье было в крови, прибавил дворянин, и видно было, что он гордится смертью своего отца. По образу мысли черкеса в этом случае, конечно, прекрасному семейство, которого член не был убит или ранен в достопамятном сражении с врагами, вошедшими в пределы его родины, не может пользоваться уважением сопеременников. Я застал еще в живых одного из самых замечательных народных предводителей шапсукских того времени. Видимо, речь идет о КСБ Чешеретлука. Это был старик лет 70 или более с мужественными чертами лица, на котором был большой рубец, напоминавший ужасный день безюгского поражения. По черкесскому обыкновению я был отдан на воспитание в дом почетного этого старшины, пробыл там три или четыре года и теперь хорошо помню то глубокое уважение, которое оказывали ему все приезжавшие к нам и патриархальную его власть над большим и богатым своим семейством. Он всегда был угрюм, огромный рост, большая палка, волчья шуба, шерстью вверх, молчаливость и нависавшие брови придавали этому народному предводителю какую-то дикую мрачность. Не боже дуги, а бог нас истребил в наказании за нашу гордость, говаривал он, вспоминая бурные дни народного волнения, в котором сам играл важную роль. В самом деле, гордость непокорного народа доходила тогда до крайности. Говорят, сотни шапсугов находились в волчании, без оружия, имея при себе длинные веревки для увязывания богатых вещей, которых надеялись награбить в оулах и мышеевцах. Случалось, однако, что сами они были связаны теми же веревками, когда попадались в плены, приведены в те же аулы, в которых думали поживиться добыча. Везде так неверные расчеты человеческие. Поражения, достопамятные и ужасные не смирила, однако же, шапсугов, но еще более усилила их ненависть к победителям. И сильными ополчениями вторгались они не раз еще в пределы бжедугов, не раз еще лилась кровь по делу шапсугских дворян-выходцев. Замечательно, что шапсугские старшины и предводители дали себе слово не положить оружие до тех пор, пока не достигнув средоточия бжедугского поколения и сдержали его. Однако же, обе стороны до такой степени утомились, стяготились бедствиями беспрерывной войны, что при последнем вторжении шапсугов не произошло сражение. И так немало уже погибло людей, говорили предводители обеих сторон и удерживали своих воинов от неприязненных действий. Наконец, между шапсугским народом и выходцами завязали скрытые переговоры, следствием которых последние возвратились на свою родину поодиночке, неблагодарным образом в отношении своих покровителей, но на приличных по тогдашнему обстоятельствам условиях. Главное дело примирения или водворение согласия между народом и дворянством последовало гораздо позже на знаменитом съезде, известном под названием Печетников Зефес, на котором ясною чертою разграничены права дворян и народа. Определенные на этом съезде пункты условий или узаконений Хабза утверждены были навсегда правилами или основаниями для руководства во всех делах частных и общественных. Народ и дворянство присягую обязались не отступать от этих постановлений и не изменять их. По чрезвычайной многочисленности прав и преимуществ, присвоенных разным сословиям в черкесских племенах вообще, мы не знаем ясно, в чем именно состояли до этого съезда преимущества шапсугского дворянства, которые народ оспаривал у него, ни права народа, признание которых он требовал от дворянства. Известно только, что шапсугское дворянство господствовало в своем поколении, защищало народ от чужеплеменного насилия, доставляло ему выгоды от отношений с соседними племенами, с которыми оно всегда имело дружественные связи и таким образом дворянство приобрело сильное влияние, которое можно было назвать властью. Но пределы этой власти, кажется, не были с точностью и ясностью обозначены общественными условиями. И потому часто упоминания о правах со словами шапсугского поколения мы не объясняли, в чем они заключались. Мы не могли этого и сделать. Но теперь можем дать достаточное понятие о правах, постановленных и утвержденных обоюдным согласием народа дворянства на упомянутом съезде. Главнейшие пункты этих постановлений состоят в следующем. Если убьют дворянина, платить за кровь 30 голов при подобном платеже платимое считается головами шха, которые не одинаковой ценности, например, так называемая первостатейная голова с той четыре души, обыкновенная, простая, одна, посредственную лошадь и так далее. А если ранят с повреждением кости половину того, будешь же без повреждения кости четвертую часть. Если у дворянина украдут, например, лошадь и вора откроют, то при возвращении той же самой лошади придать еще две удовлетворения оскорбления, нанесенного ему тем, что посигнули на его собственность. Будет же вор не возвратить ту самую лошадь, то взыскать с него девять лошадей. За кровь же пострульдина, то есть твокотля, которого мы назвали вольным земледельцем, положено 28 голов, следовательно, менее двумя. И в прочих случаях сделали таким образом уменьшение в правах народа против управ дворянства. Например, за украденную простоледину лошадь, будив вор не возвратить ту самую, взыскать с похитителя семь лошадей. Если уже украденная лошадь будет возвращена, то одну в придачу и так далее. Сообразно с этими главными пунктами постановлений сделаны еще и другие, касательно различных случаев, когда и какие-то могли предвидеть старшины, дворянство и народ. Например, касательно гостей, покровительства и прочее. Съезд этот тем именно изнаменит, что определенные постановления долго были единственными узаконениями, на основании которых решали все дела. И удивительно, как хорошо они были приспособлены своей краткостью и ясностью к местным обстоятельствам, всегда обуреваемого своевольством народа, воинственного, непокорного. Даже и теперь, несмотря на распространившееся влияние исламизма, они еще имеют силу. Как не ясны были постановления съезда относительно будущих столкновений, но и тут не кончили старых дел, касавшихся до людей, которых мы назвали оброчными, отказавшихся от повиновения владельцам. Хотя это и составляло главную потерю дворян. Народ прямо не вступался за этих людей, по крайней мере, он не требовал дворян снарешительного отказа от своих прав над ними. Но между тем и не выдавал их владельцам, которые, будучи сами не в состоянии без помощи народа снова покорить их своей власти, потеряли их на самом деле, хотя и до сих пор не отказываются от прав над ними. В истории или в исторических преданиях шапсугского племени знаменитый Печатникский съезд составляет важную эпоху и мы, изложив здесь краткий очерк главнейших происшествий, имевших влияние на судьбу племени и основу общественных отношений между дворянством и народом шапсугским, от начала до этой эпохи станем теперь говорить о замечательном человеке, которого биографию мы пишем и жизнь которого в продолжение полувека от этой эпохи была предметом удивления, зависти и ненависти соотечественников. С того времени все замечательные происшествия на его родине имеют более или менее тесную связь с жизнью этого человека. Беслиний Аббат происходил, как мы говорили, от древних предводителей шапсугского племени. Отец его пользовался с особенным уважением и вне своей родины, как доказывает воспитание его детей в отдаленных племенах. Человек, которого мнением дорожили и у которого искали дружбу, конечно, был значительным в своем кругу и в свое время. Из многочисленного его семейства наш Беслиний был старший по порядку рождения и воспитывался в Беслинеевском племени, по названию которого и дано было ему имя, сделавшаяся впоследствии столь известным во всех черкесских обществах. Другой его сын был воспитан в убыхском племени и, как черкесы дают имена произвольно, назван тоже по имени поколения убыхом. Прочие его дети не принимали участия в бурных происшествиях, ознаменовавших жизнь нашего героя, они и не дожили до них. Если Беслиний провел юность свою и на своей родине, то, конечно, рано или поздно обнаружил бы замечательные черты умственных способностей, что донят человеку природой, то редко погибает совершенно. Однако же его пребывание в Беслинеевском племени принесло ему немало пользы, и оно рано развило его дарование. Беслинеевцы того времени отличались между закубанскими черкесами общежительностью. Частое обращение с лучшими людьми черкесии того времени придало ему особенную ловкость и приятность в обхождении и в разговоре, и он в высшей степени умел увлекать и друзей, и завистников своих, и располагать в пользу предположенной им цели. Лично его участие в общественных делах началось около того времени, когда постановления знаменитого съезда, названного правами, приняли всю основную силу узаконений. По крайней мере, молодость его в особенности замечательна тем, что он и тогда вмешивался в дела общественные, предоставляемые подземным понятием только пожилым людям. Это, кажется, нам было причиной, что он получил непреодолимую страсть к общественным делам, то есть относящим себя к целым племенам, даже к целому краю. Эта черта его характера в высшей степени замечательна для нас, привыкших видеть мелочное одностороннее направление ума современных послений у черкесов, за исключением немногих, имевших влияние на образ его мыслей. Впрочем, мы были бы несправедливы, если бы не заметили здесь, что послений и в делах наездничества, столь прославляемых черкесами, не только не отставало от других, но даже нередко решался на самые опасные предприятия и до самой старости огонь отваги наезднической постоянно воспламенял его воображение. Но мы займемся преимущественно теми только случаями его жизни, в которых обнаружилась деятельность вкрадчивого его ума, обширность его соображений, гибкость характера и отвага беспокойного духа, так часто подчинявшие ему обстоятельства и людей. Первой жертвой тревожной деятельности этого замечательного человека сделалось общество Хакучо. Видимо, Хакучи имеется в виду. По преданиям, часть этого общества состояла из потомков оброчных людей, принадлежавших предкам аббатов, когда они обитали еще в тесных ущельях гора. Хакучо окружено едва проходимыми ущельями, мрачными вековыми лесами и громадными у тесных гор. Притом, хакучинцы и соседние с ними общества воинственны, но никакие затруднения не устрашали беслиния. Он явился в Хакучо и вкрадчивым умом и гибким характером подчинил могущественному своему влиянию лучших старшин общества. Но этого еще далеко было недостаточно для достижения истребительной его цели, и он со всем своим семейством переселился из прекрасных равнин в мрачное ущелье и водворился там среди непокорного воинственного общества, часть которого он намерил был истребить и в котором имел только небольшое число едва ли надежных приверженцев, разделявших его желания, но не имевших сил способствовать ему. А следовательно, тут малейшее подозрение, даже клевета недоброжелателя могли бы дорого стоить беслинию. Около двух лет жил он здесь, ни на минуту не забывая своего замысла. Наконец, успел составить себе сильную партию из людей, готовых на все предприятия, лишь бы поживиться добычей, и в самом недре хакучинского общества приобрел новых друзей. Партия им собранная состояла из нескольких сотен пехоты. Он вел ее под предлогом набега на убых в Хакучо, через которое пролегала туда тропинка, и умение его так было велико, что захватил врасплох семейства, которые составляли предмет от его продолжительных поисков. С этой богатой добычей он переселился в Абазекское племя под прикрытием вызванных им оттуда стрелков, и там оставался до тех пор, пока волнение шапсутского народа, стревоженного его решительными действиями, несколько не утихло. Предприятие объяснения было отважно, но его успех беспримерный показал, что этот человек может и на все решиться и успеть во многом, и долго отзывался в ушах шапсугов, в особенности навел он страх на оброчных освободившихся от власти дворянства. Вообще, объяснение не забывал утраченной власти своего сословия, но с ненавистью взирал на своевольство народа, и, несмотря на гибкость своего характера, редко мог скрывать свои чувства. «Ты, добрый мой приятель, вместо чернил намажь свою печать коровьим навозом, оно будет тебе приличнее», сказал он однажды «Народному старшине, толковавшему при нем о своей печати, которую хотел предложить по обыкновению к бумаге, отправляемый по какому-то случаю Канабскому паше по имени всего народа. В другой раз он обнаружил еще резче свое патрицийское презрение к плебеям своего отечества. «У нас есть не менее, чем убесление сукна, серебра и шелку, но наши жены никак не могут сшить нам таких нарядов, какие у него бывают», сказал один богатый шапсук, производивший довольно значительную торговлю с турками. «Беслению это не понравилось. Так ты непременно хочешь со мной во всем сравняться?» спросил он и скоро доказал, что этот вопрос был сделан не без намерения. Беслений самым ловким образом захватил этого гордого плебея и продал его в неволю, показав тем, что простолюдин, как бы он не богат, может быть продан и сделаться рабом. Едва ли не большую часть времени Беслений проводил между черкесскими племенами, зависящими от власти князей, имея там обширные связи, и едва ли в этих племенах происходило какое-нибудь значительное дело, в котором не принимал бы он явного или скрытного участия. Известная его отвага в предприятиях, необыкновенная ловкость в интригах, знания коренных обычаев, на основании которых у черкесов производится разбирательство спорных дел, убедительность слов, увлекательность в общении, замечательное умение за все приниматься вовремя, везде доставляли ему первенство в делах, как оказалось, сделали его везде необходимым человеком. Но успехи Бесления вне его родины, шапсугского племени, и там увеличивавшие ее влияние, немало способствовали тому, что он постепенно сделался предметом зависти дворян и недоверчивости шапсугов, которые опасались его. В самом деле, в независимом народе, не терпящем над собой ничьей власти, он часто поступал как князь в подвластном его племени. В делах, менее важных или более частных между черкесскими дворянами, его времени были равны Беслению своим влиянием. Но когда дела касались обширных предметов, когда указывали на него, в особенности в последнее время, как на человека, могущего преодолевать и решаться на самые отважные предприятия. И самые враги Беслении отдают справедливость похвальным чертам его характера и признают его достоинства. Но в его жизни есть и кровавые и отвратительные пятна. Мы опишем одно из них и самое мрачное, характеризующее мстительный и жестокий дух Беслении и главное изображающее нравы народа, который удивлялся успехом этого замечательного человека и прославлял его. У нас вот время сейчас подходит в Инстаграм, я вижу. Сейчас я завершу эфир и зайду заново. Вы просто переподключите. Сейчас закончим эту историю с Беслением. Остальные подключатся и эфир в любом случае будет сохранен, поэтому продолжение дослушайте. Дослушают, кто не успел подключиться. В Хатукаевском племени есть древняя фамилия С. Тут он не расшифровывает, но видимо речь может быть в Халаховах. Один из этой многочисленной фамилии отличался храбростью и другими качествами, прославляемыми черкесами. Он, как и все ему подобные люди в этой земле имел много завистников и врагов. В числе первых был П. В ориене того же племени человек с отличными качествами. Для ясности происшествия необходимо предварительно поместить краткое замечание о покровительстве, которое человек высшего происхождения должен оказывать всякому прибегающему под его защиту. Это замечание будет интересно как одна из главных основ общественного порядка следовательно опасающийся преследования или желающий на всякий случай обеспечить себя защитой сильного является такому-то лицу, которого покровительство может доставить ему желаемую защиту и помощь и коснувшись рукой и пола его платья произносит отдаюсь под твое покровительство и прочее. После этого коренные обычаи то есть закон черкесский уполномачивают скажу более обязывают покровителя вступаться во всяком случае за предавшегося его защите. Ни тот ни другой тут ничего не теряет напротив того оба выигрыша приобретает сильную подпору а покровитель в случае обид нанесенных его клиенту имеет право взыскивать значительный штраф право которое должно почитать одним из важнейших преимуществ князей и они пользуются им с особенной готовностью оно доставляет им вещественные выгоды между тем как в нравственном отношении князь допустивший безнаказанно такого рода обиду теряет народное уважение впрочем это право должно прибавить могущее по-видимому сильно способствовать общественной безопасности составляет источник частых расприй храбрый дворянин С как мы сказали был предметом зависти многих и потому желая сколько-нибудь обеспечить свое положение поручил себя следуя выше приведенному обычаю покровительству темиргоевского князя Месоста Айтекова из рода Болотоковых Вечердоба продолжаем читать избранные труды Хангерея в частности про объяснение Аббата рассказ в таком кстати еще хочу упомянуть что здесь он только первую букву оставляет С дворин П то есть это причина этому то что во времена написания этого рассказа Хангереем эти люди еще были живы и он как бы не хотел их раскрывать в таком положении были дела когда в одну темную ночь постучались к нему в двери домика в котором он проводил ночи вместе с своей женой С никогда не выходил из дома без оружия но на этот раз говорят поступил против своего обыкновения потому что жена по какому-то предчувствию боясь за него сказала чтобы он взял пистолет как бы то ни было а он вышел без оружия вышел и не возвратился его зарезали завистники и враги которым управлял П говорят что этот последний был в дружественных отношениях с честьчастовой жертвой гнусного злодеяния и потому он вышел с доверчивостью на зов ложного друга и заплатил за то жизнью но нам кажется это невероятным С не мог иметь полной доверенности к П хотя бы они и назывались друзьями или оказывали друг другу приятельские услуги закоренелое соперничество их предков должно было оставить в их сердцах враждебное чувство которое никогда не угасает у черкесов убийство С дело ужасное но к сожалению весьма обыкновенная в этой земле впоследствии было предано забвению обыкновенным порядком убийцы примирились с наследником жертвы удовлетворив его на основании древних обычаев П как главный участник убийства человека состоявшего под покровительством Айтекова оказав должное удовлетворение этому князю сблизился с ним и в надежде обеспечить себя верился его покровительству точно таким же образом как это было сделано с несчастным С участь которого оказалось бы не должна была допустить его полагаться на покровительство кого-то кого-то ни было но люди окруженные опасностями как-то привыкая к ним безотчетно предаются судьбе П полагаясь с одной стороны на свои связи а с другой на покровительство Айтекова поселился на земле почитаемой принадлежностью князей Тимиргуевских и его аул пользуясь обширными выгодами местности скоро разбогател на воинственном пути черкесской деятельности встретились герои нашего рассказа и храбрый П два человека которые по характерам своим положением в обществе не могли ужиться причина их несогласия была ничтожна обществление требовало чтобы П оказал удовлетворение какому-то хатукаевскому простолюдину бывшему под покровительством Аббат справедливое замечание П что хатукаевцы и без посредства пришельцы могли бы решать свои дела привело в негодование раздражительного обществления и он во время съезда съезды редко обходились без него подъехал верхом к квартире своего противника вызвал его и не слезая с лошади объявил ему что если он не удовлетворит им покровительством человека то отныне будет его врагом или вражду а то и другое чего-нибудь стоит то я это докажу прибавил он с надменностью П не уступил бы угрозам но тут нашлись посредники он удовлетворил требования бесления и они примирились то есть не имели уже более явного предлога к ссоре но причина несогласия этих двух человек была неискоренима она происходила от зависти П гордый и самолюбивый неприязненно смотрел на успехи бесления везде а этот с удивительной гибкостью характера умея угождать высшим себя по происхождению не терпел в равных с ней гордости не соперничеством а малейшее оскорбение самолюбия оставляло навсегда во мстительной его душе враждебные чувства в возгоревшейся междоусобной войне айтековых имеется в виду мышоост месоста айтеков и джамбулата айтеков два брата которые по разные стороны оказались один на русской стороне а второй на стороне горцев в горной местности абадзеха в частности интересная история так Беслини и П были на стороне одного из них а в тот день когда ополчения враждующих братьев сошлись на них лежала обязанность по распорядительной части в партии князя которому они оба служили П крайне хотел чтобы неприязненные ополчения сразились а Беслини напротив того старался не допустить до того и в этом успел с помощью старшин желавших предупредить кровопролитие при этом в случае П издевался над стараниями Беслини и произносил насчет этого колки и шутки его слова были преданы Беслини с обыкновенными преувеличениями как везде водится черкесские дворяне заметив мимоходом большие охотники ссорят людей тут я решился показать ему что я не из тех людей над которыми безнаказанно можно издеваться говорил после Беслини и действительно скоро после того принялся с обыкновенную своей деятельностью и ловкостью за кровавый замысел против УП давно в его коварном уме созревавший но мы оставим на минуту его замыслы и расскажем здесь два-три случая бросающие яркий свет на нравы черкесов в продолжение переговоров ополчения враждебных князей однажды сошлись очень близко как мы говорили тут едва не произошло сражение некоторые партии и молодые наездники с обеих сторон выезжали с развивающимися знаменами но старшины разгоняли их в это время П как распорядитель обскакивал толпы всадников приверженцев своего покровителя говорил что у него много друзей когда дело идет получать от него богатые подарки но настоящие его друзья сегодня сделаются известными готовьтесь к сражению прибавил Лявон когда подскакал он произнося эти слова к малочисленной толпе всадников состоявшей из бжедугов и женеевцев давнишних между собой союзников тогда женеевский дворянин Девлет-Черих человек известный своей храбростью и удивительной ловкостью владеть оружием на коне выступил вперед и с обыкновенную гордостью своего поколения возразил бжедуги и женеевцы давно привыкли к битвам а ты лучше ступай учить своих как им сражаться гордый женеевец прибавил еще несколько грубых шуток насчет соотечественников П тут бжедугский князь Ногой предварительствовавший в этот день своими и женеевцами для изъявления своего удовольствия защитнику национальных честей велел подвезти ему прекрасную свою заводскую лошадь заводную лошадь с богатой сбруей этот истинно княжский поступок Ногоя напоминает нам одну благородную черту его жизни носящую на себе признак рыцарского великодушия описанием которой надеемся доставить читателям удовольствие один из молодых женеевских князей застрелил двоюродного брата Ногой родственники убитого требовали удовлетворения за кровь но женеевский князь Непдахокко как старший из этого племени располагавший делом под разными предлогами медлил исполнением их требований это вдвойне оскорбило кровоместников и они искали случай убить его однажды Непдахокко Непдахокко проводив отъезжавших гостей один возвращался к себе домой и тут встретился с Ногоем поджидавшим его в лесу с двумя своими братьями Женеевский князь был почти без оружия он имел на себе одну только шашку но у него лошадь была отличная следовательно бегство может быть спасло бы его но бежать конечно было постыдно и он своротив с дороги остановился лицом к кровоместникам правая его рука лежала на рукояти шашки братья Ногой схватились было за оружие чтобы застрелить врага как неосторожно попавшегося им в руки жизнь Женеевского князя висела что называется на волоске но жидурский князь остановил готовую месть с упреком сказал своим братьям мы не приехали убить голого то есть невооруженного человека недовольствуйтесь этим Ногой приветствовал его как старшего летами проводил на некоторое расстояние великодушный мститель пожелав ему доброго пути и возвратился домой после этого поступка кровоместникам Женеевский князь поспешил доставить ему удовлетворение на которое он прежде не соглашался судя по нравам и обычаям черкесов поступок Ногой в этом случае в высшей степени достоин похвалы рассматривая вообще нравственную сторону черкесов находим у них идеи высокие благородные истинно рыцарские находим в делах их поступки великодушные достойные похвалы но должно признаться гнуснейшие следственные обузданные свободы помрачают нравственную жизнь этого народа воинственного одаренного сильными способностями ума для примера тому приведем кровавое окончание происшествия о котором мы наговорили сейчас убийца брата Ногой беспокойным характером своим впоследствии навлек на себя неудовольствие Женеевцев к тому же его храбрость и влияние которое он начал было приобретать вооружили против него зависть Женеевских князей гнуснейший замысел Камео так звали этого молодого князя был довольно набожный человек хотя правду сказать это не мешало ему производить разбой потому что князь не делающий в его лета набегов не может быть и князем в ту минуту когда он совершал вечернюю молитву намаз на бурке и в поле на него напали его товарищи с которыми он было предпринял сделать набег на шапсутские пределы эти товарищи состояли из Женеевских князей и его родственников должны бы мы прибавить с ужасом Камео лишили свободы это случилось во время поста Рамазана под предлогом греха соблюдать пост в то время когда ездишь на разбой спутники Камео разговелись еще до захождения солнца а в самом деле они не решали совершить задуманные злодеяния в продолжение поста это замечательно в душах закоренелых этих злодеев оставались еще хоть тень божьего страха так могущественно сила религиозных идей народу необходимая религия говорил Наполеон это не отвлеченная а явная истина но между тем были люди которые думали иначе несчастного Камео отвезли связанного на назначенное место убийства в лес и дали о том ногою этот князь не забывал еще смерти брата впрочем более желание показать силу своего мщения чем из скорби он явился к связанной жертве с ним был один из его союзников человек ничтожный до крайности готовый за малейшую плату быть палачом гнусно это животное выстрелило в Камео из пистолета заряженного двумя пулями пули попали в грудь несчастного но он имел еще столько твердости духа что улыбнулся и взглянул с презрением на испугавшегося от его движения подлого убийцу и обратясь к ногою который стоял тут же сделал гордое замечание что напрасно не выбрали по крайней мере храброго человека для совершения над ним убийства эти слова показывающие удивительное присутствие духа в жертве подлого мщения привели ногою в сильное негодование и он обнажив с ругательством шашку нанес умирающему удар я был свидетелем погребения тела этого храброго князя и хотя прошло с тех пор более 20 лет но помню хорошо с каким презрением говорили тогда о гнусном участии принятом в его убийстве ногоем и какая ужасная разница между князем которого восхищала национальная гордость жанеевца и подлым убийцей храброго связанного человека между великодушным врагом Непдахока и презренным палачом Камео и кто бы мог предполагать в одном и том же человеке два столь противоположных характера заметим наконец что тело Камео предали земле как тело человека погибшего за святое дело а теперь говорят что земля на его могиле имеет целительные свойства в различных недугах подобное верование конечно может принести некоторую пользу для массы народа но в этой прекрасной несчастной земле одни только гражданские неумолимые законы могут прекратить подобные преступления и убийства пора однако что мы обратимся обратно к аббату Беслений был в дружественных отношениях с айтековыми как со всеми лучшими людьми своего времени и края а как его намерения касательно ненавистного ему П не могли быть исполнены без согласия этого князя то он обратился к нему Беслений знал хорошо от дела за которое предпринимался знал и характер людей с которыми должен был иметь это сношение в этом крывавом предприятии как ловкий продавец запрашивает двойную цену за свой товар а потом выступает за полторы цены так и Беслений сначала потребовал от айтекова прямого непосредственно его участия в погублении П потом напомнил ему убийство С и тем нанесенное ему айтекову а в лице его и всем князям оскорбление наконец удовольствовался тем что князь после многих отговорок согласился не мешать ему намерениям замечательнейшая черта правил Бесления была направлять свои убеждения на образ мысли людей которых содействие нужно было ему для достижения его предложения и этому умению должно приписать большую часть его успехов на кровавом и часто мрачном пути черкесской деятельности по соглашению айтекова Беслению оставалось только приготовить орудие предложенного замысла из-за этого из-за этим недолго стало бы дело людей готовых быть исполнителями самых мрачных преступлений к несчастью очень много в этой волнуемой страстями необузданного своевольства в стране стоит только назначить цену за гнусные их услуги но мстительный дух Бесления готовил более обширное поле истребления он хотел искоренить ветви дерева под которое с такой жаждой мщения подкапывался за Кубаню не осталось ни одного порядочного человека не сделавшегося участником тайны кровавой драмы подготовленной Беслением он как демон искустителю являлся ко всем и объявлял свое предположение потребовав предварительно как водится у черкесов клятвы скрывать все в глубокой тайне к сожалению весьма немногие отказались принять участие в намерении Беслением это доказывает что Пэ был уже предметом ненависти почти всех сколь-нибудь значимых людей говорят причиной этой общей ненависти была его гордость может быть это и правда между черкесами человек самого высшего сословия сделавшись гордым навсегда вооружает против себя общую ненависть но если человек среднего или низшего класса сделается заносчивым то непременно возбуждает общее негодование которое тем более бывает сильно что начинается с высших оскорбленных самолюбий которых увлекает большую массу людей почтенный старец Клыч Аглы который пользовался в Дагестане большим уважением и как депутат или посланец посетил столицы России Турции и Персии однажды сказал известному своим нетрезвым поведением и буйствами Асланхану Казикумыкскому твое счастье что в Дагестане есть обыкновение спрашивать чей он сын это обыкновение есть и у черкесов и что прощают человеку высшего происхождения то вменяют в преступления людям низшего сословия Таким образом все знали предуготовляемую увеслением кровавую драму один несчастный предмет его интрига коварных замысла входил как бы оглушенный неизбежной судьбой среди толпы готовившей ему ужасный конец К чести его заметим что один из его друзей открыл ему составляемый против него замысел но он не послушал его советов Если все мои друзья кроме тебя не изменили то пусть погибну отвечал П К сожалению имя этого человека и забыл Какие бы причины не побуждали его к такому поступку но его поведение в этом деле в котором было столько измен и дружбе и клятве достойно похвалы Между тем неутомимый в интригах бесслений приготовив все к исполнению ужасного злодеяния сам не хотел лично участвовать в остальном и уехал Но без него без личного руководства ничто не шло вперед Не те которые поручено было схватить обреченную жертву этих отвратительных злодеев называют тлюбит то есть человеколовцами а не те которые готовы были сделаться добровольными палачами не соглашались в вознаграждениях за гнусный своей роли в предстоящем созлодеянии словом ни в чем не могли успеть когда коварный дух управлявший этими порождениями ада и безначали их оставил за ним послали гонца и как только он заразвратился все пришло в движение но здесь мы должны заметить одну характерную черту Беслиний по возвращении своем предложил Айтекову для скорейшего окончания пригласить к себе П я отзову его в сторону ты дай мне только одного человека я схвачу его за руки он не станет кричать он дворянин мы его возьмем с оружием а на безоружного не хочу нападать сказал Беслиний но Айтеков не согласился мне неприлично такое дело отвечал князь и не хотел чтобы в его доме после его хлеба соли расставали человека которому готовится мир заметьте один не хочет нападать на безоружного а другой не допускает совершить в своем доме постыдное дело оба недвижимые злобой мести решаются на злодеяние ужасное но чувствуют всю его гнусность и в словах их которыми они прикрывают отвратительность поступка видна какая-то смесь позорных действий с зародышами высоких рыцарских понятий утешимся по крайней мере тем что все благое провидение заранило в человеческую природу начала возвышенных чувств на благодетельной почве в которой зарождаются всеобщие идеи сияющие как полярная звезда и среди бурь невежества и эти идеи спасительны для человечества и они заставляют невидимую силу и плодиких народов отвергать презирать в душе гнусные дела хотя совершают их обуреваемые дикими страстями и это одно из множества доказательств необходимости законов гражданских один человек с которым Пэй имел сношение давно привыкший к измене и убийствам согласился завлечь несчастного Пэй к себе в дом и выдать убийцам случилось так как предполагали и хотели злоумышленники Пэй остановился ночевать у этого гнусного человека и эта ночь была последней его свободой без лени знавший уже каждый шаг несчастного каждый шаг несчастного явился туда шайкой злодеев и эту шайку составляли князья и дворяне в полночь эти ужасные люди вошли в дом где ночевал предмет кровавого их замысла напали на спящего после сильного сопротивления схватили его и связанного отвезли в назначенное место за несколько дней перед тем Беслей не успел посредством неисточимых своих хитростей отправить сына Пэ под благовидным предлогом за несколько десятков верст и там его тоже схватили как только прискакал гонец отбысления с вестью что отец уже в его руках тут не замедлили совершить страшное преступление прекрасный юноша светлая надежда несчастного отца погиб насильственную смертью признаюсь невольный ужас и негодование овладевает душою когда описываешь подобные происшествия но избегая этих кровавых картин мы не представили бы неверного очерка нравов ни дела в котором со всей энергией духа действовали люди мною изображаемые между тем совмышленники бесления собрали несколько сот конниц и он располагая их движениями повел эти толпы для разграбления богатого аула Пэ мне кажется это педисов кстати возможно но жители успели скрыться в отдельное укрепление потому что они уже знали угрожающую им опасность бесление было и тут прибег к хитрости с помощью которого который так часто успевал в своих предприятиях он вступил в переговоры с жителями обещал возвратить их владельца находившегося еще в живых если они возвратятся из укрепления в свои жилища один бесление только мог надеяться столь неосообразными обещаниями ослепить людей которым угрожала очевидная опасность храбрый и гордивый Пэ не такой был человек которому можно было бы возвратить свободу после столь оскорбительного унижения но бесление знал хорошо всю обаятельную силу своего красноречия и действительно и в столь крайних обстоятельствах успел было убедить жителей но несчастью своему они скоро опомнились и опять возвратились в укрепление с которого бесление было склонило их выйти удалив приведенные им толпы всадников на некоторое расстояние от аула которые после сделались обжертвой грабежа привлеченных надеждой добычи но те которые сделались орудием бесления в надежде вознаграждения большую частью обманулись в своих ожиданиях один бесление вполне достиг своей цели он восторжествовал над человеком которого ненавидел над препятствиями которые трудно было преодолеть а такое торжество составило величайшее наслаждение для этого страшного существа во все это время несчастного поддержали в оковах бесление поспешил к нему чтобы насытить мстительную свою душу жертва коварных его усилий лежала в камыше удалив стражу он предстал перед страдальцем и сказал ему теперь узнал ли ты кто из нас могущественнее ты или я конечно глаза бесления так резко выражавшие сильные его ощущения воспоминились в эту минуту огнем удовольствия достигнутого мщения и злобной ненависти П был как мы уже говорили человек храбрый и гордый и нам приятно прибавить что он и тут не изменил своему характеру говорят что он встретил торжествующего врага грубыми ругательствами может быть и это и правда хотя не ругательство а гордилевая твердость была в его положении приличный человек усиленного духа о последнем свидании этих двух соперников рассказывают различно как это должно ожидать сам бесление говорил мне и его слов нельзя не предпочесть рассказам многих по крайней мере он отдавал полную справедливость похвальным качествам и твердости духа несчастной жертвы своей ненависти что он предлагал по свободу с условием если он даст клятвенное обещание не мстить людям которых бесление употребил в орудии его несчастья на это поя отвечал что он не станет под мечом просить пощады однако же согласясь наконец на его предложение сказал что он примет все условия на которых ему дадут свободу если только эти условия будут приличны дворянину благородному человеку какая прекрасная возвышенная черта характера бесление мог на словах предлагать ему свободу но невероятно чтобы он решался на самом деле освободить человека столь смелого и столь сильно пострадавшего свидетельно имеющего неоспоримое право мщения как бы то ни было а храбрый этот воин погиб от рук наемных убийц подлых друзей злобной ненависти бесление он был моим недоброжелателем завистником озлославил меня и я погубил его но он погиб как дворянин не жалуюсь на судьбу и с твердостью я не хочу клеветать отдаю ему справедливость говорил бесление и его глаза блистали удовольствие воспоминания о своем торжестве в самом деле твердость который выражал горделивые свои чувства соперник страшного в интригах бесления на крови могилы достаточно чтобы люди уважающие возвышенные чувства души сожалели искренно о несчастной его судьбе признаюсь с отвращением слушал я бесление когда рассказывал о подробности дикой свирепой жестокости с которой приготовили и совершили это страшное отвратительное злодеяние и удивляясь собственным способностям бесления жалел что судьба не предоставила этому замечательному человеку лучшего поприща в благоустроенном просвещенном обществе которого гражданские постановления предохранили бы его от преступлений и тогда он своими дарованиями своей деятельностью принес бы много пользы своему отечеству своим согражданам коварная мстительность и успехи в интригах бесления должны были всех заставить не доверять ему ни в чем и действительно с некоторых боязни вступали с ним в сношение но тем более удивительно что везде искали его расположение нигде ничего важного не происходило без его скрытого или явного участия а там где он действовал другие были слепыми орудиями его намерений но этот человек и среди своих успехов не находил душевного спокойствия он был один из тех странных часто непонятных созданий которым судьба кажется определила быть вечными искателями чего-то несбыточного эти люди занимая в обществе своем завидную для других степень значение не бывают довольны своей судьбой невидимой причиной служат для них источником мучений немногим непонятных и они если судьба сегодня полоскает исполнением беспокойных надежд и желаний завтра уже страдают такие люди в самих себе носят свое несчастье беспокойные ненасытные нечистолюбивый характер ум сжатый местными обстоятельствами но обширный в намерениях терзали нашего объяснения во всю его жизнь ему необходима была беспрерывная деятельность но что всего удивительнее было в этом замечательном человеке это его страсть к обширным делам эта страсть заставила его кажется около 1825 года отправиться с несколькими старшинами в Константинополь его цель была обратить внимание дивана стамбульского правительства Османской империи на черкесские дела он говорил и действовал там от имени всех черкесских племен тогдашнее положение этого края действительно некоторым образом к тому его полномачивало кроме того лучшие люди в этих племенах достаточно точно предоставили ему и его спутников полную свободу действовать по своему усмотрению в их пользу это было в то время а в то именно время когда деятельность турецкого правительства так долго дремавшая была наконец пробужена на твердую решимость у Махмуда Султана объяснения его спутники благодаря новой жизни которую кровавый переворот дал дивану не остались без внимания следствием их ходатайства в Ранапу был назначен новый комендант на место старого и крестолюбивого Паши и присылал важный сановник для управления краем в звании главнокомандующего Сираскира это был знаменитый в сношениях Турции с этой страной Хаджи Хасан Паша человек судя по последствиям кратковременных его здесь действий государственный с большими способностями ума каких не показывал еще до тех пор ни один наземный сановник в этой части Кавказского края я еще отмечу что Хаджи Хасан Паша был по происхождению чеченцем надежда и желание объяснения вероятно бы исполнились если бы недоверчивость дивана не вызвала обратно деятельного и дельновидного Сираскира и последняя война России с Турцией не положила конца усилиям этой державы распространить и утвердить власть свою над Черкесией когда надежды объяснения угасли однако же он и тут решился узнать настоящее положение дел Турции и действительно ли черкесы остались по адрианопольскому миру за Россией с этой целью снова отправился этот беспокойный человек в Константинополь в числе депутатов Шапсукских посланных разумеется по его внушениям переплыв в Черное море на одном контрабандном сунде депутаты остановились в Трабзоне где бывший анапский Сираскир живший там по неудовольствиям подозрительного дивана без должности принял старых своих знакомцев радушно и отправил их с рекомендательными письмами в столицу депутация была принята в Константинополе весьма ласково и отправилась обратно высыпанная подарками и обещаниями диван по расчетам политики в этом случае не слишком проницательный и вероятно не хотел сознаться в том что воля победителя предписала ему условия мира и восточный берег Черного моря уступленным навсегда могущественной России но прозорливый наш Беслиний понял то что от него скрывали он постиг всю слабость порты борющиеся с внутренними волнениями для искоренения которых пластилин ее отрубил 40 тысяч голов Аббат выехал из Константинополя уже без надежды на Турцию чего хотел этот неутомимый человек что было целью двукратной его поездки в Константинополь Беслиний разрешал эти вопросы очень простым объяснением единственная цель которой стремились все его желания действия было водворение порядка в Черкесии одна эта мысль в возвышенное направление его ума и духа ставит Беслиния выше его соотечественников искателей ничтожных дел и гибнущих в низких интригах мелких побуждений в Трамзоне Хасан Паша снова ласково принял Беслиния его спутников и со слезами на глазах высказал ему свое искреннее сожаление что не может содействовать пользам их страны желая сделать приличные подарки старым своим знакомцам и зная между тем можно ли предложить одинаковой цены подарки депутатам из дворян и депутатам из народа Беслиния по расчетам не слишком привязчивы к наружным преимуществам и по гибкости характера предпочитавших всему средствах достижения своих предположений хотел чтобы подарки были сделаны всем одинаковые но депутаты из дворян проведав это почти для себя оскорбление быть сравненными с народными депутатами и решились отказаться от даров Паши тогда Беслиния принужден был вопреки собственному желанию и мнению согласиться на перемены в подарках перемены это сделалось известным народным депутатам и они изъявили неудовольствие а один из них за пыльчивостью высказал ему свое негодование этот человек был облагодетельствован Беслиния не раз оказывал к нему искреннюю преданность за что был ими любим Беслиния чрезвычайно вспыльчивый и не мог равнодушно видеть как забывается перед ним человек им не выведены в люди им же выведены в люди однако же он старался скротостью объяснить депутатам что перемены в подарках сделаны против его желания уговаривал их не ссориться и объявил что дворяне если получили больше их то не привезут домой более чем они им прилично как дворянам сделать вам и от себя подарки и я беру это на себя прибавил он но все было тщетно строптивые народные старшины не унимались более всех шумел тот кто так много был обязан Беслинию это вывело аббат из терпения и он в полу негодования бросился на него с ножом бывшим у него в руках в эту минуту его удержали но он отобрал от дерзкого подарка Паши говоря что он народный старшина его слуга потому дать или не дать зависит от доброй его воли и чтобы показать бескорыстие в этом поступке отобранные вещи разделил другим при обратном плавании депутации старшины примерили Беслиния с бывшим его любимцем и он возвратил ему отобранные вещи сверх того сделал приличный подарок для восстановления прежнего их согласия и чтобы предать забвению случившееся между ними неудовольствие и оно оказалось уже забытым но этот любитель Беслиния взросл его в школе и мстительной его души осталась навсегда самая неукритимая Деканена и следствия которой сократили дни Беслиния как увидим далее весной кажется 1830 года был послан по повелению фельдмаршала офицер генерального штаба для обозрения некоторых мест за Кубанью речь идет о Потоцком был такой русский офицер который прошел тайно через покровительство семьи Абатов по побережью вокруг Крымский район и по побережью Анапа Геленджик Пшада вернулся по Псикупсу обратно за что аббаты в общем-то и получили но сейчас мы об этом узнаем так сколько у нас время там ага 20-30 родной брат Беслиния Убых взялся провести этого офицера переодетого в черкесский наряд из Анапы по направлению на восток через черкесские племена к вершинам Кубани и взялся должно прибавить за дело очень опасное в шапсузском племени но исполнил его весьма удачно скоро однако шапсуки проведали что русский чиновник проехал через их земли измеривал расстояние вызвал дороги прибавили прибавляли к этому известию те которые хотели поджигать пламенник раздора народ взволновался буря готова была разразиться над абатами если бы кто-нибудь совершенно не имеющий никаких связей не сношений с Беслинием сопровождал русского офицера то волнение народа утихло бы само собой без всяких особенных последствий но брат Беслиния сопровождал его и потому это дело конечно известно и ему следовательно то есть тут есть что-нибудь важное да и может ли быть иначе когда Беслинии показывают русским земли шапсугские так толковал народ потому что он воображал видеть во всем к чему примешивалось имя маленького аббата волшебника как называли шапсуге нашего героя что-нибудь важное опасное Беслиния ничего не знало о намерении своего брата но когда тот объявил ему о том о том тогда уже было поздно переменить что-нибудь в этом деле русский офицер уже находился в средоточии шапсугских земель ты поступил чрезвычайно безрассудно взявшись за дело которое может взволновать народ наделать нам тысячу неприятностей но делать нечего ты обещал русским так должен исполнить обещание к тому же теперь поздно загладить твою ошибку опрометчивость куда ни проведи русского офицера все равно для шапсугов и дело не обойдется без шума и тревог сказал Беслиния своему брату и советовал ему спешить дорогу вот все участие Беслиния в проезде русского офицера но этот случай заранил семена тревожной деятельности в беспокойную его душу и взволновал его множеством предположений и соображений как увидим далее предсказания Беслиния сбылись очень скоро народ взволновался толпы стекались хотели разграбить дом убыха но по внушению старшин народ заразошелся с тем чтобы снова собраться по его возвращении эта неприятная вещь дошла до убыха когда он возвращался из Пятигорска куда проводил русского офицера убых был хороший наездник человек храбрый и неглупый но не был как его брат способен к дальновидным соображениям и только последствия могли показать ему всю опасность его поступка он поспешил к своему брату просить его советов Беслиния в это время находился в черченеевском племени через землю которого пролегал путь убыха здесь увиделись братья и поговорив расстались чтобы возвратиться домой разными дорогами как только аббаты приехали к себе поднялась тревога многочисленными толпами народ спешил к жилищу убыха угрожая ему огнем и мечом Беслинии возвратился позже своего брата и решаясь разделить с ним опасности поехал к нему они жили не в дальнем расстоянии один от другого с оружием в руках он начал вести переговоры с народом волнение которого достигло уже высшей степени раздражения народные старшины ненавидящие Беслинии поджигали вступление буйной воинственной черни обвинение убыха в явном злонамерении против шапсукского племени позревая Беслинии в скрытом участии предприятии своего брата народ требовал чтобы они явились к суду духовному то есть шариату Беслинии изъявил готовность судиться и подвергнуться приговору этого суда и требовал со своей стороны чтобы народ назначил двух или более судей Кадьев которым хотел присоединить и с своей стороны столько же но не соглашался явиться теперь уже среди собравшихся из нас коротолпы где господствовали голоса и мнения личных его недоброжелателей требования Беслинии были справедливы но его отвергли страсти работали уже сильно а предлог нападения на Беслинии был таков что личные его враги могли воспользоваться им с успехом случай редкий которого они прежде и не ожидали зная всю силу влияния этого замечательного человека преданные Беслинию люди известили его о намерениях его врагов намерениях кровавых они хотели и надеялись погубить его если он только явится среди раздраженной неистовой черни переговоры продолжались несколько дней и в течение этого времени дом об их находился в осадном положении народ угрожал ворваться туда аббаты решаясь дорого продать жизнь свою стояли с оружием в руках а люди преданные им показывали готовность разделить их жребий переговоры производились обыкновенным порядком то есть через избранных почетных старшин которые передавали требования народа Беслинию и его ответы народу наконец пыльчивый нетерпеливый и решительный Беслинии выведенный из терпения упорством своих врагов решился подвергнуться всем опасностям явясь среди раздраженной несправедливой толпы которая хотела быть его судьей и палачом пусть я погибну требуя именем бога суда духовного воскричал он это значило идти на верную смерть старшины передававшие Беслинии требования народа отказались ввести его в собрание в котором они не надеялись доставить ему справедливого суда и удержать чернь в границах умеренности а быть его убийцами не хотели поступав благородной достойной похвалы принужденный крайностью обстоятельств Беслинии решился наконец удалиться во время своей родины и вместе с братом своим ночью оставил пределы шапсугского племени но они покинули там свои семейства это была величайшая ошибка через которую остальные годы жизни Беслинии по собственному его выражению сделались мрачными за этой ошибкой и последовала другая он удалился к русским что поддержало влияние его врагов напротив того удались он к натухайцам тогда мог бы без больших затруднений выручить свое семейство а потом легко бы было ему исполнить свое предположение переселиться под покровительство русского начальства братья-изгнанники отправились к лифмаршалу находившимся в свое время в Пятигурске здесь представляются нам любопытные обстоятельства показывающие отчасти обширные соображения которым был способен наш Беслинии когда по заключению мира между Турцией и Россией Анапа осталось за последним умные и несколько знакомые с соседними народами Черкесии которых число впрочем было уже незначительно уверились что судьба их края предоставлена Россию Беслинии по возвращении в своем последний раз в Константинополь а более других был убежден в этой истине по собственным его словам ровесникам его пользовавшимся некоторой известностью оставалось тогда избрать одно из следующих трех предположений первое удалиться в Турцию в землю мусульман и там в служении Богу ждать смерти второе поселиться в ущельях отдаленных от беспокаиваемых гор и не вмешиваясь уже более в общественные дела провести остаток дней и третье предаться покорительству России и там искать прочного обеспечения семейным своим делам первое и второе из этих предположений несообразны были с духом бесления ни то ни другое не могло достать пищи деятельному беспокойному его уму и он из них мог бы от тоски если пришлось ему жить спокойно и уединенно последнее напротив того обещало более выгод а главное оно согласовалось как нельзя более с его жаждой тревожной деятельности по крайней мере он мог надеяться принимать тогда постоянное живое участие в делах черкесских племен вообще своей родиновой особенности эта надежность всегда увлекала его в соображениях насчет будущего однако же он не решался еще ни на что по двум причинам любопытным по образу его изъяснения во-первых он боялся медленного течения дел у городских людей а потому думал иногда не предпринимать ничего решительного в надежде дождаться смерти без особенных сильных перемен в положении в котором находилась тогда его родина мы сезаметим часто обнаруживаем известными ровесниками бесления а во-вторых ему необходим был какой-нибудь особенно благоприятный по крайней мере заметный случай чтобы решиться на последнее из трех предположений о котором мы говорили гонение которым подверглись бесления и убых за услуги русскому начальству и пребыванию фельдмаршала в Пятигорске он почел таким случаем какой был необходим ему по его расчетам эти соображения бесления объясняют нам его поведение при объявлении ему убыхом о скрытом путешествии русского офицера между тем как изгнанные аббаты были задержаны на пути к фельдмаршалу карантинными учреждениями волнение шапсугов разразилось над их семействами толпы бросились на их жилища разграбили имение а семейства подвергли плену слух о последнем случае поразил изгнанников они не ожидали чтобы волнение народа принял столь насильственный характер наконец бесления с братом своим явились к фельдмаршалу находившимся уже на кубанской линии и высказал подробности своих несчастий главнокомандующий успокоил изгнанников обещанием своего покровительства и щедрым назначением и содержанием в это время фельдмаршал предпринимал экспедицию против неприязненных черкесов один отряд под личным начальством главнокомандующего приступил к пределу шапсугов другой пройдя часть земли абадзехов присоединился к нему экспедиция не была продолжительна но шапсуги чрезвычайно были встревожены движениями этого сильного отряда прозванного испуганным народом косвенным потому что вероятно что он боковым движением захватил в одно время несколько пунктов шапсуги приняли появление русских войск за следствие изгнание бесслений и убых и разграбление их достояния бесслений находился при главнокомандующем убых провел часть отряда через земли абадзехов и успел их удержать всякого неприязненного действия следовательно этого довольна было чтобы внушить шапсугам такое предположение с которого они в состоянии были извлечь для себя по крайней мере ту пользу что могли требовать от аббатов удовлетворения за все убытки и потери понесенные народом от действий русского отряда из влияния этой экспедиции на шапсуга в бесслений не излег для себя никакой пользы хотя он ожидал совсем других последствий по возвращении отряда фельдмаршал движимый чувств справедливости оказал бесслений и убыху как так сильно пострадавшим за русских в значительное денежное пособие за вознаграждение потери их именений известно что похвала сильному похоже на лесть но есть обстоятельства в которых боязнь что наши слова почтут ложью должна уступать место истине которую совестно внушает а общая польза вменяет в обязанность высказываться всенародно к тому же не знаю мог ли бы ли я когда-нибудь взяться за перо если бы провидение одарило меня величайшим и талантом писателя если бы не в состоянии был говорить когда совесть мне это внушает этот поступок благороден великодушен принес пользу и достоин похвалы а этот внушен чистолюбим вредным гнусным любосотяжанием и достоин презрентного злодея как бы то ни было мы скажем что великодушенное внимание русского главнокомандующего к изнаникам аббатам произвело с то сильное впечатление на умы черкезов что если бы вы тогда потребовали именем его величайших личных пожертвований от каждого значительного между ними лица то ни один отказался бы исполнить наши требования между закубанским черкесскими племенами не было ни одного знаменитого человека который не питал бы дружеского или неприязненного чувства к беслению следовательно его судьба в это время сильно занимала целый край и поэтому оказанное ему фельдмаршем столь милостивого внимания удостоверило каждого из них что полагаясь на великодушие русского главнокомандующего можно по образу их мысли решиться на все пожертвования в пользу России притом горцы давно уже знают цену пустозвонному красноречию и фельдмаршем не пышными словами не обещаниями за облачного блага но щедротою надели ясностью и определенностью своих требований от покоряемых Россией горских народов что кажется на все уважнение умением применять эти требования к образу мысли и жизни туземцев в соединении с требуемой покорностью очевидных выгод или для сильнейшего сословия которое господи какие сложные предложения тут у него которое своим влиянием может увлечь вслед за собой остальную массу жителей или для большей части всего народонаселения этими важными и совершенно необходимыми начальственники кавказского края соображениями фельдмаршелл успел внушить кавказским народам полную доверенность к своим действиям вот чего бы не помешало авторам того времени что Спенсеру что Хангирею это почитать книжку пиши сокращай современную для того чтобы правильно писать вообще не употребляя в одном предложении целые какие-то сумасшедшие конструкции на целый лист просто жесть какая-то вот и еще хочу заметить видите как образ мышления человека на русской службе уже отслужившего то есть такой имперский образ мышления у него совершенно то есть он оправдывает старается как-то чрезмерно возвысить русской фельдмаршала вот этих вот людей перешедших на русскую сторону как бы при этом не соображаясь совершенно да с обстоятельствами того времени в доказательство наших слов говоря о таких обстоятельствах о многих отношениях столь важны мы всегда основываемся на убедительных по крайней мере в наших глазах доказательствах приведем здесь одну черту доверенности горца к фельдмаршалу Миргоевский князь Джамбулат вот как раз брат Айтека с которым они воевали который на стороне горцев со стороны Абадзехов нападал на него на Айтека человек известный своей храбростью и воинственной жизнью был одним из тех людей на Кавказе которые оказывали сильную фанатическую вражду к русским его имя долго было сигналом сбора больших партий производивших часто опустошительные набеги на кубанской линии сверх того его влияние в Абадзехском племени в котором как и в Шапсукском народ не терпит власти высшего сословия было замечательно фельдмаршал заявил желание видеть этого князя и Джамбулат тот который питал доселе постоянную ненависть к русским явился главнокомандующему с готовностью принять условия покорности какие угодно будет ему над него возложить Джамбулат верился в великодушию фельдмаршала полагаясь на его слова и не обманулся в своих надеждах он был принят следственным для него вниманием в котором видны глубокие соображения в пользах границы которые можно было извлечь он столь важную роль так государственный человек с внимательностью обращает свои взоры на все что только может принести сколько-нибудь пользы или причинить сколько-нибудь вреда той части управления которая вверена государством государям его заботам по отъезде фельдмаршал обстоятельства переменились и Джамбулата который сохранил с тех пор верность к России не стало он погиб в насильственной смерти это вот та история когда Джамбулат действительно после смерти своего брата Айтека повоевав почти десятилетия решился все-таки на покорность России чтобы как-то более-менее удержать от развала полностью свои владения Демерговский потому что последним был наследником по сути выжившим и в итоге постигла его судьба вот эта вот странная тайная история с его убийством и до сих пор спорят кто же был заказчиком возможно генерал Зас возможно нет кто знает врагов у него было много могли и свои убить за переход к русским бесление и убых остались на линии черноморских казаков граница которых соединяется с пределами шапсугов для изъявления средств к избавлению от плена своих семейств но и враги бесления также не дремали их ненависть достигшая уже достичьшая уже отвратительной степени озлобления не знала границ своему ужесточению и они решились нанести ему неизгладимое оскорбление гнуснейшее которого нельзя было и придумать несчастная жертва предположительно предположенного зверским бесстыстом насилия находилась уже в доме человека состоявшего в числе врагов бесления перемещенная туда под предлогом вернейшего ее обеспечения бессощитная несчастливица сделала жертву вместе подлейшего человека которого имя мы к душам произнести этот человек был тот самый народный старшина с которым как мы видели бесслений ссорился в тропзоне ничто не помогло погасить чувство мщения в злобной душе этого презренного создания враги бессления торжествовали невозвратное его унижение он жив еще но его женой владеет ненавистный ему человек это было ужасным ударом для бессления и скорбило всех в ком только было чувство уважения к самому себе шапсунские старшины в порыве первого негодования съехались для тут положили обеспечить несчастную жену бессления переместили ее в дом надежного человека и поручили его надзору но уже было поздно и бодрый дух бессления в первый раз должен был изнемочь под тяжестью изменившей ему судьбы получив убийственное известие он был огуршен на несколько мгновений и казалось лишился чувств но твердость духа до этой минуты никогда не оставлявшая его скоро возвратилась к нему как ангел-утешитель и он оправился ввестником невозвратного унижения бессления был родной брата его убых для которого он часто бывал под спорой и защитником и который сам увлекшись корыстью был виной всех несчастей аббатов но несмотря на все это в глазах его по словам бессления отражалось удовольствие в ту минуту когда он рукавой вестью поражал в самое сердце своего брата благодетеля это ужасно но оно не покажется невероятным тому кто хорошо знает как сильна у черкесов зависть вообще и у ближних в особенности с наступлением ночи бессления не внимая молениям друзей невзирая на враждебных ему шапсугов хорошо вооруженный на отличной лошади и с одним преданным ему человеком в ту же ночь проскакав в достаточно значительное расстояние он учтился на дворе дома где находилась оскорбленная его жена и когда постучался в дверь вышел хозяин дома представив дуло пистолета груди вышедшего к нему он объявил что застрелит его если он осмелится произвести тревогу устрашенный хозяин исполнил все требования отчаянного всадника вызвал его жену и допустил его видеться с ним наедине сам оставаясь на это время подле спутника бессления свидание мужа с женой было коротко назначив ей время в которое явиться чтобы вести ее он удалился хозяину дома сказал что приезжал с той только целью чтобы лично узнать из ее уст все случившееся с ней и что обесчащенная женщина не будет уже его женою а потому оставлять ее навсегда о собственной ее судьбе и произволу бесчастных врагов которые посрамляют себя нападая на беззащитную женщину настало бесслением назначенное время и он явился к ней она ждала его бессление сажает ее на свою лошадь и пускается в опасную дорогу он думал было провести день в лесу а ночью продолжать свой путь но погоня открыла его удалив от себя своего спутника жителя Шапсукского который мог бы погибнуть вместе с ним если бы имел мужественный дух знаменитого в преданиях Каита но не спас бы его опустился в путь преследуемый толпой всадников собравшихся на тревогу отстреливаясь он продолжал чудный свой побег до тех пор пока не подстрелили под ним лошадь казалось сама судьба же случилась противо 60-летнего старика отомчая за кровавые успехи которые сама же доставила ему на тревожной деятельной стезе воинственной жизни черкеса жена умоляла его покинуть ее на произвол судьбы умоляла чтобы он искал спасения но бесление был неумолимый гневом приказал ей молчать он решился умереть защищаясь я хотел говорил он после умирая ее заколоть но судьба отсрочила день его гипели в массе окружившей бесление не все желали его смерти и потому вступили с ним в переговоры представляя ему невозможность противиться несоразмеримой силе а он отвечал что даром не отдал жизни некоторые говорили что бесление должен был умереть в этот день казалось отвага решительности самолюбия его были слишком велики чтобы он предпочел оскорбительную жизнь славной смерти но эти люди не знали все силы чувства мщения кипевшего в душе бесление который оставаясь в живых мог еще надеяться мстить своим врагам и это надежное мщение действительно привязывало его к жизни когда дело пошло не переговоры бесление решился отдаться в руки противников с условием судить его духовным судом шариатом тут на него наложили оковы скоро распространился слух об этом происшествии и народ стекался посмотреть на аббата волшебника так были великие удивления и боязнь внушенные беследним простолюдинам своего племени ты думал нас поглотить а теперь сам попался в наши руки сказал ему один старик и прибавил обыкновенную черкесскую поговорку что народ счастливее волка пожирающего его стада то есть обжорливый волк рано или поздно попадается в волчью яму так думаешь ты потому что у тебя вместо ума одни глаза но я переживу тебя и буду еще на твоих поминках отвечал беследний весело улыбаясь в самом деле случилось что старик скоро уме а этого уже довольно было чтобы суеверный народ принял случайные слова аббата волшебника за предсказание в числе всадников которые взяли беследния в плен находился сын известного своим остроумием народного старшины бжаве и в этом кругу и в этом деле играл важную роль он имел значительное влияние в своем кругу пленного поместили в доме одного из родственников этого человека а потому его влияние на дом в деле беследния еще усилилось на нем лежала как говорят черкесы кровь шаритлуковых за несколько лет перед тем он убил одного из этой фамилии а брат убитого обшимав не соглашался принять от него обыкновенное удовлетворение плату оживал кровью убийцы погасить чувство мщения однако ж когда беследний попался в опасный плен он шаритлуков движимый чувством доверянина как говорят черкесы благородно решил освободить его пожертвованием своих чувств мщения и объявил убийцу своего брата что согласен принять его от него обыкновенную плату за кровь если он освободит беследния на каких бы то ни было приличных обстоятельных условиях убийца охотно согласился употребить свои усилия и беследний получил свободу дав обещание явиться на суд духовный когда народ потребует того в исполнении же беследнием данного обещания поручился ногой харате один из имевших важное влияние народных старшин шапсукских здесь мы должны упомянуть об одном случае когда беследний был взят в плен и содержался в кандалах собралась сильная партия для ломчения за него эту партию составляли лучшие князья и дворяне разных черкесских племен она достигла ночью окрестностей и жилища от самого непримиримого врага беследния и праведное наказание готово было разразиться над преступной головой этого гнусного человека но по несчастью всегда сопровождавшему большую массу людей, неподчиненных воле одного предводителя по несогласию и нерешительности характера двух-трех лиц эта партия была приведена в замешательство и отступила не сделав ни одного выстрела по крайней мере предприятие это показывает обширность связи беследния и уважения с которым он пользовался во всех племенах этого края освобождение беследния встревожило его врагов и под их влиянием начали собираться толпы народа с целью преследовать вообще аббатов при начале гонения на беследния и убыха их родственники аббаты, которых было около 10 дворов не были единонадушны даже некоторые из них со всей родственной ненавистью действовали против них потом, когда беследний своим братом явился в отряде фельдмаршала и все остальные принуждены были отказаться от них этого требовал народ если они не согласятся отвечать за них впоследствии, однако, когда беследний был взят в плен они соединились единодушно за исключением двух или трех приставших к народу и вступились за него и требовали от народа справедливого суда соглашаясь выдать его даже за казнь если приговор шариата будет таков но вместе с тем требовали удовлетворения за все обиды которым подвергнули беследния и убыха наглости силы народа разобрать судебным порядком столь запутанные дела казалось чрезвычайно затруднительным, но все-таки это было возможно но враги беследния искали его гибели а не справедливого окончания тревожного раздора аббаты, предуведомленные за благовременное намерение своих врагов напасть на них неожиданно собрали свои семейства в один двор укрепили его, решаясь защищаться в нем до последней крайности густые массы народа, предводимые врагами беследния расположились около этого укрепления с наберением взять его силу или хитростью народные толпы поступали не раз к укреплению вызывали крепостных людей аббатовых обещая им свободу, объявляя их владельцев отступниками Веры на эти крики ответствовали из укрепления язвительными насмешками приступы тоже не имели успеха далее осаждающий приберегих хитрость одни толпы показали намерение атаковать укрепления другие, казалось, удерживали их а в самом деле хотели только своим посредничеством привезти осажденную в оплошность и вдруг ворваться в укрепление но и это не удалось осажденные не щадили никого, стреляли и по минимум посредникам наконец осаждающие привезли пушку сделали из араб движущую батарею и под ее прикрытием снова начали приступать к укреплению осажденные, однако, шнерабели отразили и это усиленное нападение но гром пушки и ядра приводили в ужас женщин и детей в тесном укреплении а действия сырости и спертого воздуха в ямах вырытых для укрытия семейств от ядер стали оказывать вредное влияние на здоровье женщины в особенности детей в этой крепости наш бесленний свойственной ему решительностью и самоотвержением объявил, что для личного своего спасения не намерен доля подвергать опасностям и страданиям семейства аббатов и хочет отдаться снова народным старшинам аббаты к чести своей не хотели и слышать о намерении бесленния и решительно отказались от всякого отношения с народом если он не уступит от укрепления из одной боязни они уже не хотели покоряться силе наконец нашлись посредники истины и они удалили народный скопич от укрепления уговорив и аббатов положиться на суд шариата бесленний, наложив на себя собственными руками оковы снова отдался в руки народных старшин поручившись доставить ему разбирательство духовного суда, приговора, коего он не отказывался скоро собрался народ созвали духовных судей или кадеев чтобы судить бесленния обвиняемого в намерении разорить шапсунское племя помнили еще участь хакучинцев и ставили ему в вину потери, понесенной народом от действия отрядов или маршала враги бесленния надеялись, что духовный суд руководимый религиозными идеями осудит его казнь на казнь, как предавшегося неверным и действовавшего против мусульман и друзья его то же самое полагали и боялись за него бесленния один думал иначе он надеялся на себя и действительно, как только духовные судьи приступили к делу силы его влияния и закаленные в интере их вкратчивость оказали необыкновенное свое действие и на этот раз удары их были неотразимы с ними в союзе было всесильное золото которому шаткая совесть бородатых и столкователей шариата очень благосклонно, как часто бывает и у судей без бородых и с очками на широком носу а бесленнии в состоянии был нагрузить весы шаткого их правосудия враги бесленния, упорные в своем намерении погубить его увидели, что невозможно им достигнуть посредством осуждения смерти человека столь сильного даром слова и влиянием и составили другой заговор они предположили потребовать бесленния закованного железа на место суда под предлогом соблюдения какой-то судебной формы тут броситься на него и убить друзья аббатов открыли этот кровавый замысел и дали им знать это было поздно вечером оставалось немного времени до спасения обесления к счастью аббаты все находились в сборе они решаясь противостать заговорщикам поспешили к своим семействам для удаления их в безопасное место между тем один из них Магомед Биасланеку человек с достоинствами отправился к Харету, ухранявшему обесление и открыл ему замысл врагов этот решительный народный старшина поступил здесь великодушным образом но он снял с мысления оковы и вторично освободил его на свой страх но Биаслений был один из тех людей, которые были привязаны к возвышенным по образу мыслей своей нации и идеям чем спокойствует безопасности и жизни которые не перестают и в самых крайностях думать о том, что скажет об них потомство а потому отказался от свободы нет, для спасения своей жизни я не соглашусь подвергнуть моих друзей опасностям от которых могут пострадать сильно они поручились доставить меня пред суд духовный и не сдержав слова, подпадут гонениям народа который решился пить мою кровь нет, этого я не сделаю я остаюсь в оковах пусть совершится то, что написано на моей судьбе сказал Биаслений с решительностью человека который не дорожит уже более собою и его слова были искренни он снова наложил на себя оковы и ни просьбы, ни слезы Магомеда не могли убедить его оставить пагубные намерения к счастью, Харет был еще более тверд в своей решительности он утверждал, что заговор в богов Биаслений освобождает поручителей его давших клятвенное обещание доставить ему справедливый суд от обещания народу держать бисление в оковы до окончания дела напротив того, этот заговор обязывает их стараться теперь о сохранении жизни человека за безопасность которого вне законов они поручались и клялись именем Бога он снова снял оковы с бисления и принудил его настоятельными требованиями удалиться в безопасное место таким образом, Биаслений был обязан свободой а может быть и жизнью и решительностью характера этого народного старшины но Биаслений так боялся за безопасность своих поручителей которым раздраженный народ мог отомстить и за дружбу к нему что говорят, хотел еще раз подвернуться добровольному плену но его удержали от этой верной гибели на этом мы сегодня, пожалуй, закончим два часа у нас почти закончим с бислениями в следующий раз в среду в 20.00 в эфире продолжим, ну и еще что-нибудь почитаем там уже не очень много осталось что-нибудь небольшое спасибо всем, кто был в эфире эти эфиры оба сохранены я их выложу в YouTube также здесь они в сторис будут сохраняться еще сутки можно будет их посмотреть полностью участвуйте в викторине осталось вот сейчас девятый пост и будет еще десятый через день в общем-то финальный там будут супер очки, скажем так можно будет вырваться вперед даже тем, кто не играл до этого так что участвуйте выигрывайте приз делитесь с друзьями ставьте лайки, комментируйте ну и в общем всем пока и последнее можете в комментариях оставить свои вопросы если у вас возникли, я отвечу отлично ну тогда сегодня мы продолжаем читать книжку султан хан Гире «Избранные труды» которую начинали в прошлом еще эфире и я напомню, что мы читали рассказ Наиес Кунчука и начали читать большое произведение называется он «Бесление Аббат» очерк про шапсугского дворянина и скажем так я рассказывал немножко про султан Хан Гирея рассказывал про эти собственно рассказы сегодня мы продолжим ну и раз мы читаем Аббата я напомню, что это большой очерк султан Хан Гирея об шапсугском дворянине «Бесление Абате» том самом, который относился к большой семье Шеретлуковых поэтому именно в предисловии у него идет большой рассказ о событиях конца 18 века когда произошло столкновение аристократических и горных демократических, так сказать племен шапсугов в основном и бжедуков, но не только в которые была замешана и эта семья и это как бы вот история уже после этих событий где он рассказывает об ислении Абате который подверг такой очень неординарный был персонаж в плане того, что скажем так в плане эгоистичности отношений к ближнему своему то, что он мог в общем-то любого в рабство продать любого оскорбить там устроить заварушку чтобы убить человека который ему не нравился ну в общем такой очень сложный персонаж неоднозначный и вот мы дошли до того что он попал в не такую неопределенную ситуацию хотел на эти случаи перейти к русским на правую сторону и в общем его брат провел одного русского разведчика это народ узнал и устроил им показательный там суд в общем вынужден был бы средний Абат бежать вот мы как бы примерно на этой вот точке остановились и сейчас продолжим и так Абаты водворились в пределах натухайцев соседнего с шапсугами и одного с ними происхождения племени здесь они безопасны от нападений своих врагов они стали заботиться о возвращении себе что только можно было из потерянного во время волнения шапсугов и старания их не были безуспешны дворянство шапсугское натухайское в оскорблении Абатов видело собственное свое унижение и потому помогало им сколько могло вообще должно заметить что черкесские дворяне часто друг друга ненавидят из ненависти предаются самой дикой злобе но там где чернь угнетает оскорбляет дворянина попирает привилегии высшего сословия чувство патрицистское сближает их и плебеи становятся для них ненавистными таким образом Абаты таким образом Абаты снова оказались уже опасными врагами и в особенности всех тревожила известная деятельность бесления шапсуги снова учредили съезд для рассмотрения и окончания всех дел возникших между народом и Абатами и порождавших столь бурные волнения собрание потребовало и Абатов и они явились но расположились несколько в отдалении от народного сборища беслиний также был с ними но не как пленник как свободный и с оружием говорят что он в это время обнаруживал не столько деятельности как прежние и оказал рот упадка духа не мудрено труды и унижения перенесенные им в последнее время могли нанести сильное уныние и на человека менее раздражительного самолюбивого чем он при том в силе и здоровье а ему было уже за 60 лет предлог съезда был и теперь как и прежде разбирательство и суд но враги и бесления составлявшие скрытные пружины и душу этого съезда намерены были до этого не допустить они составили опять кровавые замыслы так сильно было их озлобление подстрекаемое отчасти опасением мщения со стороны Абатов и бесления в особенности и они хотели истребить их всех в одно время и тем положить решительный конец бурной и продолжительной распри с этой страшной целью распространили в стане на рассвете глухую молву что по проискам бесления сильный русский отряд вступил в пределы шапсугов и что аббаты присоединятся к отряду который идет напасть на стан народного сборища эта молва взволновала червь всегда и везде слепое орудие хитрейших толп раздраженного народа предводимый врагами бесления бросились к их шалашам аббаты которые ничего не знали о происходящем сборище врагов но встревожены их волнением и шумом поспешно охватились за оружие и приготовились защищаться до последней капли крови случайно прибывший на съезд в минуту тревоги и говорят скакавший впереди нападающих не зная сам куда знаменитый Кзильбеч остановил нападение когда узнал его цель здесь имеется ввиду Кзбеч Шерид Луков знаменитый черкесский воин который сражался с русскими войсками Казбич он же у Лермонтова прототип такой странный и невероятный случай мог встретиться только с этим замечательным человеком и мы должны познакомить с ним читателя потому что многие черты его характера нам кажутся любопытными Кзбеч происходил из Шерид Луковой фамилии самых молодых лет отличался храбростью и грубыми приемами не почитавшись никогда ни умным ни общественным человеком он пользовался однако же удивительным влиянием на Шерид Луков в тех случаях когда надо было действовать вооруженной рукой тогда как две предводители шерид Луковских необходимы были крайние усилия чтобы собрать несколько сот всадников стоило только разослать гонцов от имени Кзбеча и тысячи стекались под его предводительство несколько удачных набегов на линию черноморских казаков более полувека уже борющихся в кровавых схватках с шапсугами сделали имя его сигналом сборищ для подобных предприятий а несчастные случаи с другими шапсугскими предводителями утвердили суеверный народ в том мнении что без Кзбеча никакое военное предприятие не может кончиться счастливо страшная гибель шапсугов в Калоузском лимане немало способствовала и поддержанию этого суеверного мнения это случилось в 1821 году тут кстати недавно у нас кто-то хотел прям послушать про это Калоузское сражение вот сейчас мы про него услышали многочисленная масса шапсугских всадников ворвалась в пределы черноморских казаков по внушению анапского паши Кзбеч не только отказался участвовать в этом набеге шапсугов но даже уговаривал их не предпринимать его они не послушали между тем командовавший черноморскими казаками генерал Власов приготовился встретить неприятеля и его расположение показывали в нем человека распорядительного и искусного в подобной войне хотя он незадолго пред тем только прибыл на Кубань он разоробил отряд свой на части одной приказал следовать к переправе через реку как только неприятель перейдет ее а другой идти по следам шапсугов когда откроет их движение а с остальной сам предположил наблюдать за пунктами на которые по расчетам вероятности неприятель направит свое движение как только неприятель перешел границу и углубился довольно далеко в пределы черноморья по условленному знаку гром пушек раздался во всех частях отряда распорядительного генерала и маяки обвитые сеном которыми усеяно все протяжение линии запылали яркими огненными столбами освещая мрачную осеннюю ночь это было совершенно ново для шапсугов и они оробели смешались а к довершению их несчастье и ночь была очень темная напрасно предводители и более опытные старшины старались ободрять оробевшие толпы никто их не слушал густые массы долго толпились на одном месте наконец двинулись и вошли в Калаусский лиман при берегах не глубокий и не топкий но по обширности своей непроходимый и вошли никем не преследуемые передовые всадники не видя конца воды хотели воротиться но это было уже невозможно за ними вслед стремились в воду остальные и никакая сила не могла их остановить все они шли вперед тщетно надеясь достигнуть берега и погибли между тем казаки удивлялись не зная куда еще с неприятель настало утро и казачий отряд по следам шапсугов пришедший к необозримому лиману увидел их гибель самим проведением посланную и более страшную чем обыкновенное поражение более 1200 человек как полагают погибло в лимане войдя туда без выстрела тела людей и лошадей плавали на поверхности мутной воды грудами как бы отверженные останки покойников брошенные живыми в болото на поругание в продолжение нескольких лет после страшного этого происшествия трудно было собирать шапсугов для набега на казачьей станице но имя Кизбечья все еще созывало толпы так было велико их доверие к его счастью смерть сыновей Кизбечья убитых казаками множество ран даже старость не отучили его от любимого ремесла от войны и набегов по настоянию Хасам Паши он съездил в Мекку но и звание хаджи священное для мусульман не наставило Кизбечья на путь правоверных во всю свою жизнь он стал грубым шапсугом старого покроя огромный рост громкий голос дерзкие и грубые ухватки словом все в нем соответствовало бурной беспечной удалой жизни которую вел этот знаменитый предводитель шапсугский и для которой оказался созданным Кизбеч был уже стар когда получил рану от которой и умер в 1839 году оставив по себе множество рассказов шапсугские дворяне оскорбляемые дерзостью непокорного народа однажды упрекали Кизбечья в дружественных связях с простолюдинами фокотлями я мщу им за вас всех вожу их к русским и там их убивают сотнями отвечал он по какому-то делу один армянин требовал от него суда по шариату принесите мне мой меч в котором я делаю расправу с неверными вскричал Кизбеч когда-то ему заметили что в его преклонных летах непристойно принимать участие в плясках в уджах приличных только юности на что он ответил я до гроба не откажусь от пляски и в рай не хочу если там не пляшут возразил этот поклонник удовольствия старинной шапсугской жизни грубой но раздольной чрезвычайно любил он лезть зная эту слабость часто хвалили его в глаза и он как дитя радовался по хвалам хотя некоторые не без шуток произносили их жизнеописательная песня в которой воспитываю подвиги сложена еще при его жизни хотя это не одобряется скромностью черкесских нравов величайшим наслаждением для него было если пели при нем эту песню которая имеет все недостатки новейших песен черкесских однако же не лишена любопытных выражений и пышных сравнений в ней часто упоминается об обнаженной сабле героя это подало повод одному остроумцу к довольно колкому замечанию которое рассердило старика к избежу даже и по смерти своей не перестает еще занимать воображение суеверных шапсугов они рассказывают что в жарких их сватках с русскими гарнизонами и небольших укреплений в шапсугских пределах он является на белом коне и в белой одежде но возвращаемся к нашему беслению когда обнаружилось на последнем съезде кровавый замысел врагов бесления все удостоверились что распри между аббатами и народом шапсугским не могут быть прекращены судебным порядком тогда беслений решился оставить навсегда шапсугское поколение которое должно было ему оказаться ненавистым он переселился в пределы черноморских казаков куда и остальные аббаты перешли впоследствии беслений вызывая их обещал ходатайствовать у русского начальства назначением содержания или вознаграждения их потерь во время гонения а если в этом не успеет то станет с ними делиться тем что уже сам получает по назначению фельдмаршала это великодушное с его стороны предложение принесло ему впоследствии самые горькие неудовольствия и на старости лет расстроило последние его планы и надежды книга называется «Избранные труды» Султан Хангирей мы читаем только два рассказа потому что эта книга есть в продаже поэтому мы ограничиваемся только одним рассказом в 1834 году по высочайшему соизволению были присланы в Петербургскавказе малолетние горцы для воспитания в кадетских корпусах вместе с детьми приехал в столицу и почетные старшины различных племен в том числе и наш аббат это доставило мне случай познакомиться с этим замечательным человеком впрочем я был знаком с ним и прежде но не знал его в более обширном значении слова какие бы заботы в собственных делах не тревожили аббата деятельно и должно быть прибавить беспокойный ум его всегда занят был политикой конечно черкесской но более обширной чем черкесия хотя к ней одной относились все его помышления я ожидал в беслении с именем которого мы привыкли с детства соединять тревоги и истребления видеть человека раздраженного до крайности и готового как разъяронный тигр разрушать родную берлогу что казалось мне весьма естественным судя по бедствиям которые он потерпел от шапсухского народа каково же было мое удивление когда я нашел в нем человека который напротив того забывая личные свои отношения подавляя чувство личной мести рассуждает о благе родины в его осуждениях о будущей судьбе этой страны то есть черкесии закубанской мне показалось самым замечательным то что он помышлял и о том чтобы соединить будущее благополучия с выгодами России ну здесь я напомню что султан Танхенгирей был русским офицером все таки и мыслил соответствующим от действий которой зависело ее спасение или гибель и которой в том и другом случае она будет стоить дорого надобно же говорил он чтобы пожертвования в нашу пользу приносимые вознаграждались благодарными плодами иначе они не будут ни прочны ни продолжительны признаюсь слушая его я не совсем верил своим глазам неграмотный почти не полудикий или бесленей сидит передо мною или то говорит человек просвещенный опытный в делах государственных бесленей между прочим рассуждал часто о Турции тут он вычислял ошибки ее правительства и меры какие дивану принадлежало принять для приобретения и удержания обширной и прочной власти над черкесскими племенами и их страной высказал недостатки и достоинства турецких сановников бывших в Анапе сильное негодование обнаружилось в его словах когда он говорил о Хасан-Паше это на тот момент был недолговечный такой Паша в случае управляющий в Анапе чеченец по происхождению который в общем-то более-менее положительная память оставил о себе но пробыл недолго на этой должности негодование относившееся к константинопольским министрам неотличавшим по его словам правду сказать не совсем учтивым человека мужественного и умного от скота и дурака не зная предположительной цели дивана я не позволю себе судить о мерах к ее достижению и потому и не могу судить основательно ли были мнения объяснения о турецких делах относившихся до Черкесии были и другие предметы о которых рассуждал нас большим жаром чем о сановниках Анапских и сказать по совести тут многое в его суждениях было любопытно своими соображениями с последствиями увлекательно своей оригинальностью а что более всего изумило меня это применение к событиям которых мы уже были свидетелями делаемые им как бы для доказательства основательности своих суждений и мнений замечательно что некоторые его предсказания или справедливые опасения уже сбываются перед нашими глазами что же было бы думал я всякий раз когда бы слей не изумлял меня своими умными резкими суждениями если бы он при своих высокой степени замечательных способностях ума решительности характера и жажда деятельности получил европейское просвещение так сильно развивающие способности человека да эфир сохраню в конце я расскажу подробнее об этом охотно исполняя убедительную просьбу бесследний я приказывал ему некоторые достопримечательности столицы и теперь я хорошо помню его замечания при наших посещениях некоторых мест однажды мы были в зимнем дворце но не одни с нами переехали туда горцы человек 20 которые громко выражали свое удивление при виде бриллиантов и других драгоценностей один бесследний не удивлялся мы вошли в портретную залу тут он спросил о причине собрания портретов я удовлетворил его любопытство как это хорошо сказал он громко конечно многих из этих генералов нет уже в живых а другие устарели дети умерших когда бывают они здесь с удовольствием смотрят на изображение отцов и это придаст их чувствам более духа а старики утешаются воспоминаниями о славных делах которых они были свидетелями и участниками мы старики любим поговорить о прошедшем будущее же нам не льстит тут бесследний улыбнулся а знаешь ли продолжил он немного подумав наши черкесы ей богу храбрее всех народов на свете и безрассуднее никто их не посылает на войну против их воли а сами они спешат навстречу опасности сражаются умирают добровольно ранят ли их не награды нет награды убьют ли их семейство них никто не презрит за все если скажут храбрые вот и награда для них за это одно слово они идут навстречу верной гибели у других народов совсем не то там вилят там поневоле идут на войну награды же так велики что и трус делается на время храбрым а наши голунные князья говорят еще с важностью мы служим России да они просто для себя служат при словах голунные князья я засмеялся мне известно что это значило в его устах мы подошли к углу залы и тут я показал объяснению портрет господина Е видимо Ермолов имеется ввиду как похож сказал он смотря на изображение человека пользующегося столь громкой известностью здесь бы если я не нашел повод рассуждать о двух человеческих качествах об уме и мужестве и рассуждал конечно по своему но его мысли показались мне любопытными по оригинальности с которой он их выразил и я после вечера записал его слова в своей памятной книжке в это время подошел к нам генерал Н человек превосходный не по одному титулу моральном отношении часто ничего не означающему генерал который умел вежливым и умным обращением внушать каждому что в жилище царей русских надменность не обитает ласково расспрашивал бесление и со вниманием выслушав его ответы мною переводимый и сказал старик видно бывалый из дворца я повез бесление в академию где была в это время выставка как эта река называется спросил он когда мы подъехали к Неве я сказал ему название реки и зная его страсть к старым сказаниям прибавил несколько слов о герое Невском Александре Невском тут бесление закричало к кучеру послушай послушай это единственное русское слово которое он произносил хорошо поэтому он повторил его при всяком случае я видел кучера остановиться с легкостью юноша бесление выскочил из коляски и пустился к реке что ты делаешь кричал я когда он стал черпать рукой у холодную воду и пить привыкший в Петербурге часто повторять как ваше здоровье какая дурная погода я подумал только о здоровье старика дурную погоду черпающую руками холодную воду в то время холодная вода еще не затеивала в Петербурге процесса солопатию и не выживала премудрую гомеопатию я никак не подозревал чтобы мой спутник пил холодную воду не потому что ему хочется пить а с благой целью залить странное свое чистолюбие ни отец мой как его не хвалили ни один из моих предков не пил Невской воды сказал обыслине весело он гордился тем что видел страну которую ни один из его предков не посетил и о которой есть много старых сказаний это было в духе черкесов лучшей эпохи их отечества на выставке ненарушимое ничем равнодушие постоянно оттеняло лицо моего спутника это меня удивило и я спросил его о причине столь холодного его внимания я удивляюсь всему что мы видим потому что ничего подобного мне не случалось нигде и встречать но стараюсь это скрыть от русских а то они пожалуй подумают что мы вышли из пещеры и ничего не знаем отвечал он из этого видно что без лени при обращении с иностранцами помышляет и о том что они подумают о нашем крае в его словах обнаружилось какое-то чувство национальности однажды мы разговаривали о происхождении и настоящем положении шапсугов и натухайцев тут кто-то сказал что такая-то река служит границей между этими племенами неправда неправда это река наша шапсугская мы только позволили там поселиться нескольким беднякам натухайским вскричал бесление из другой комнаты где он лежал больной страдая сильно но что замечательное это его старание делать заключение о способностях ума характере и других качествах иностранных сановников с которыми ему случалось иметь дело конечно он большей части ошибался но поверят ли что бедному полудигорю нередко удавалось открывать пустоту там куда и всемогущие усилия просвещения не могли бросить ни одной яркой идеи где природа не заранила семени где там где действия лучей солнца не оплодотворят почву как бы то ни было а в разговоре с беслениями необходимы были некоторые предосторожности чтобы не подвергнуться едким замечаниям смешливого и раздражительного старика в академии я спросил моего спутника как он станет рассказывать о чудесах виденных им в столице я уже об этом думал несколько раз и решился не говорить ничего потому что рассказать все что мы видели очень трудно а если и расскажем никто не поверит так лучше молчать это хорошо в отношении молодежи но старики увидятся как заметил я о порядочным людям я приготовил что сказать возразил он с чувством мне любопытно было узнать что он станет рассказать людям которых называл порядочным я скажу им ответил Беслени что в Петербурге все русские вообще вежливы но большие люди вельможи ласковее других что здесь к визирам министрам гораздо доступнее чем у нас то есть на Кавказе к какому-нибудь песцу с темляком я засмеялся ей бог правда прибавил он и сам засмеялся вычисляя свои приключения с песцами с темляком как он называл маловажных по-видимому лиц однако же часто имеющих влияние на решение начальника Беслени был веселого характера любил умные шутки забавные анекдоты и сам никого не щадил но его шутки были слишком язвительны даже грубы если их возбуждал человек которого он не любил в последние годы в особенности он ненавидел людей которых обыкновенно называл голумными князьями это дворяне черкесские которых число впрочем невелико знающие русский язык и между русскими с глупой спесью называющие себя князьями ни летам ни общему уважению которым пользовался объяснений не соответствовали столь язвительные его насмешки насчет людей достойных одного только перезрения впрочем должно сказать и то что об ощипанной воронье крылова которая натыкавшая себе павлийних перьев хвост с павами пошла гулять пессиво смешно было выговорить с важностью и достоинством римского сенатора из академии мы возвратились на квартиру и какая радость ожидала моего спутника он узнал что фельдмаршал прибыл из Варшавы благородный старик не мог дождаться утра так ему хотелось броситься скорее как он выражался к ногам своего благодетеля признаюсь такая благодарность живая искренне в моем земляке меня радовала у нас как и везде много неблагодарных на другой день очень рано утром бесслиний был уже в шепелевском дворце и фельдмаршал так милостиво принял его что бедный старик был тронут до глубины сердца приближался день отъезда бесслиний его спутников и я получил приказание перевезти их в царское село где высочайшая фамилия имела тогда пребывание на другой день по приезде в нашем царское село бесслиний его спутники были у господина Б здесь наш бесслиний высказал все что тяготило его сердце тревожило деятельный ум и чего он не хотел унести на родину или может быть в могилу с лестным для него вниманием граф выслушал его слова которые я приводил по возможности буквально тоскующее сердце бесслиния совершенно успокоилось когда граф сказал ему что по всем вероятностям не будет отказано в его просьбе столь важной для блага его родины граф повел бесслиния его спутников во дворец где они имели счастье представиться государю и императору вы видите в густейшее семейство его величество изволило говорить с нашим бесслинием и боже мой как был счастлив он этот умный и благодамеренный старик искры уверенности в исполнении далеких надежд зажглись в пламя на его душе вечером мы возвратились в Петербург но утро это я никогда не забуду не знаю допустит ли меня проведение когда-нибудь высказать чувства и мысли которые я ношу с тех пор в душе моей если нет по крайней мере это желание пребудет во мне во всю мою жизнь впрочем человек для которого величайшее благодеяние на земле независимость от воли своих недоброжелателей который литературу избрал целью остальной жизни своей может и в состоянии говорить свободно тем более когда у него нет ни чувств ни мысли за которые не мог бы гордиться а его слова ни один честный человек не почет не лестью ни внушением ни справедливости но не о том речь настал день отъезда объяснения из Петербурга на Кавказ и я проводил его до средней рогатки здесь я простился с ними навсегда как оказалось впоследствии отмежды после обеда мы играли в шахмат весной 1837 года входит один из наших полученные говорит с Кавказа письма и пишут между прочим что Беслини Аббат умер при этой вести сильно меня огорчивший я бросил игру и задумался что же за жалкое создание человек боже мой он сдвигает в уме свои громады событий и надеется видеть минуты их свершения и что же смерть следит за ним по пятам и вот его не стало сегодня он уже бесчувственная глыба земли а вчера в нем кипели надежды волновали желания и в одно мгновение создание всесильное на земле исчезло как тень умер это такое простое обыкновенное слово что даже не поражает нас торжественностью минут в которой и совершается таинственный процесс но больно его слышать когда оно напоминает нам что не стало человека в голове которого рождались и развивались светлые мысли и могущественные идеи что могло быть существеннее смерти старика измученного страданиями духа и тела растерзанного враждебными гонениями но я не мог скоро свыкнуться с вестью о смерти нашего бесления эта весть казалась мне каким-то зловещим тревожным явлением во сне и мне не хотелось ей верить привыкший однако же объяснять свои предчувствия видимыми причинами я и стал и тут размышлять и самые простые факты открыли мне глаза подобные беслению люди умные бесстрашные в делах самоотвержения благонамеренные и склонные к порядку чрезвычайно важны и в некоторых отношениях необходимы для блага нашей страны а между тем таких людей там уже и нет ясно что мое недоумение было не сон а дело существенное но я к сожалению право что русские книги рассеяли туман суеверия некогда меня окружавшего мне легче было бы верить даже в честность людей для которых перевешивает цель в службе личные собственные выгоды людей отвратительно хитрых но успевающих во всем и везде даже и в волшебной стране которую упоминает Фердаусиев в знаменитой книге царей беслений был роста небольшого но хорошо сложен его физиономия вообще выражала ум и хитрость глаза у него отличались живостью быстро то и он говорил чрезвычайно свободно без всякого приготовления о самых многосложных предметах трудно найти человека который менее его уделял бы времени сну ему было за 60 лет когда он умер но до последней минуты сохранил бодрость духа и тела а сколько перенес он трудов физических и нравственных несмотря на значительность степени которую занимал в своем кругу он не был горд молчаливую важность которую при известных случаях обыкновенно сохраняют ровесники беслений он презирал не имея нужды в маске для прикрытия своих умственных недостатков жестокость его доходила до зверской свирепости если какая-нибудь личность пострекала мстительный его нрав но по видам корысти он не делал преступлений щедрость гостеприимство учтивость постоянная любовь к славе как понимают черкесы этот всеобщий кумир человечества прославили ими обысления во всех черкесских племенах где ни один дворянин не пользовался в его время столь повсеместной известностью как он при всем уме своем гибкости характера этот замечательный человек вне был уживчив и был чрезвычайно беспокойного нрава малейшие случаи приводили его в раздражение а кто думал противоречить его намерениям то делался предметом его ненависти даже в самых маловажных случаях он до того не терпел противоречия что его обхождение в собственном своем семействе становилось нестерпимым впрочем он легко осознавался в своей вине и так был ловок и увлекательно что все безропота сносили его капризы странности и беспокойные привычки которые оставили множество интересных анекдотов однажды он был разгневан на своих людей и начал их наказывать тем что созвал мужчин и заковал всех в кандалы а женщин всех согнал в один дом и запер чтобы продержать их там суток двое без пищи при этом никто не избежал его палки угрозы и брань всыпались из его уст в то время у него были гости которые обидеться подобным поступком в их присутствии стали требовать чтобы он прекратил свои проделки это увеличило его досаду он побил жену и детей своих гости хотели уехать негодуя на раздраженного бесления но тут явился почтенный жаневский дворянин Магомчерий которого бесления очень любил и уважал и кончил все миролюбиво он взял огромную дубину и предлагая ее беслению сказал ты берешь крестьян как будто учеников маленькой хворостинкой этим их не напугаешь но вот эту дубину поколоти-ка хорошенько тогда увидишь как они станут проворны и охотно делать все что им прикажешь бесления сердито взглянул на почтенного жаневца и сказал ты с ума сошел хочешь чтоб я убил своих людей вместо того чтоб меня удержать вот еще стану я удерживать ты хоть зарежь их мне какая нужда не я их покупал бесления рассердился еще пуще но в пользу своих крестьян ты тоже с ума сошел сказал он с досадой своему другу и пошел сам снимать кандалы за ководых людей распустил и женщин тут все стали смеяться над ним он еще был несколько минут угрюм а потом смеялся и сам над своим поступком в другой раз он рассердился на своего сына и стал его бить небольшой палочкой которую обыкновенно держал в руках выведенный из терпения покорный сын схватил старика и бережно посадил его на подушке на которой обыкновенно он его всаживал и опять встал с прежней почтительностью на свое место безмолвно ожидая новой бури вот сильный пес сказал обеслени с улыбкой и с тех пор ласково ласковее обходился с ним другой подобный же случай напоминает нам древнего героя который стал вязать руки своим сыновьями когда один из них выхватил кинжал чтобы заколоть отца который хотел лишить его свободы он скричал с дикой радостью вот кто отомстит за меня за какое-то мнимое нерадение обеслени однажды бил свою жену младший его сын бывший свидетелем жестокости отца схватился за ружье я застрелю его и тему спокою его и всех к нему близких вскричал молодой абак взводя курок его удержали безлиний грозно поднял палку на мятежного сына и остановился из него будет человек сказал он с движением обличавшим в нем дикую воинственную надежду из того времени стал любить этого непокорного сына более других своих детей и когда он умер безлиний обнаружил сильное отчаяние странно что этому человеку который так усердно старался о водворении порядка в своем отечестве очень нравился непокорный душ шапсугов однажды разговаривая о своих предположениях безлиний сказал одному народному старшине что он и спросит у русского правительства грамоту на владение прекрасную аумесской равнины и там во дворице может цемеску здесь ну не факт тогда ты мы разбогатеем с тобой прибавил он весело вот еще выдумал я не привык жить на чужой земле выпрошу и сам грамоту разве я не равен тебе отвечал старшина сердито безлиний посмеялся над соболюбием старшины но ему нравилось такого рода самолюбие и говоря о непокорном духе своих земляков с какой-то гордостью прибавлял наши шапсуги мужественный народ но вот и самый характеристический анекдот который вымышленный ли он или истинный доказывает от чего поступки беслиний беслиний нескоро забудутся в народе рассказывает что беслиний имел любопытное свидание с дюком де решелье бывшим начальником новороссийского края это было предступлением шапсуги пределы русских войск под личным начальством благодетеля одессы решили с горячностью сказал шапсуги старшинам что он если они не покорятся они оставят камня на камне словом не пощадил угроз беслиний бывший между депутатами шапсуги молчал когда военачальник говорил потом отвечал указывая на отдаленные горы которых снежные вершины терялись в осенних тучах вот наши крепости мы не богаты ну у нас каждый имеет ружье но не все по одной но не все по одной жене и корове жены коров мы отошнем в горы а с ружьями засянем в лесу идите у вас там взять нечего у нас там взять нечего говорят ружье так понравился смелый ответ беслиния что обласкав его сделав ему приличный подарок он сделал может быть ничего этого не было ружье человек государственный обличенный высоким саном имел без всякого сомнения над собой столько власти чтобы не показаться горцам им же самим вызванным до такой степени вспыльчивым к тому же устрашив депутатов нельзя было произвести выгодного впечатления на народ что конечно знал он как просвещенный умный начальник изучающий заблаговременно предмет своего предприятия как бы то ни было объяснение в состоянии был давать такие ответы всякому кто бы вздумал силу угроз и сторнуть у него согласие на то дело на которое не соглашался он по рассудку по крайней мере я не знал человека более смелого неуступчивого в подобных случаях и здесь приведу одно хотя не совсем ясное тому доказательство видеть общественные дела и не рассуждать если уж не в его власти было в них вмешиваться для объяснения было делом невозможным а известно что тот кто рассуждает часто ошибается и сам но находит ошибки в действиях других не одобряет их и не всегда соглашается с мнениями других из объяснения было то же самое и этого он и скрывать не хотел ему никогда не были известны обстоятельства по видему второстепенные но одни лишь самые важные по необходимости на них можно было рассчитывать исполнение всех предположений впрочем чтобы быть точным и справедливым к памяти этого замечательного человека мы должны сказать что он очень хорошо понимал эти обстоятельства но только относительно своих соотечественников и не умел применять их к людям других наций я советовал ему оставить без внимания некоторые дела это было в царском селе он горячился не хотел слушать чего бояться скричал он скажи все я отвечаю за свои слова и они из тех людей которые боясь лишиться куска хлеба молчат пусть Н отнимет данное мне содержание я все-таки говорить буду правду я везде найду пропитание живая голова не останется без шапки моя борода посидела не между бабами и не перед очком я жил между людьми и меня знают и теперь живы мои ровесники и я должен возвратиться отсюда зная что сказать им если спросят вот его слова сказанные с запальчивостью и не один я услышал их бесления уже нет в живых но да будет мне позволено в эту минуту когда воспоминания об нем оживляются в моей памяти сказать что утешительной надеждой внушенной ему внимательностью с которой граф выслушал его в царском селе так сильно так благородно высказанные им чувства были единственным сиянием озарявшим печальные дни последних двух-трех годов в жизни умного замечательного старца эти надежды поддерживали еще утомленный угасающий его дух повинуясь совести и предположенной себе цели я смелюсь сказать здесь то что каждый из нас чувствует и говорит в кругу своем именно что ни один без лений из уроженцев кавказских находил утешение в отеческом внимании графа ни один он с успокоенной надеждой и душой возвращался из Петербурга на родину свою обязанную всем его доброте и нисходительности осмеливаясь прибавить еще что искренне общая их благодарность к нему перейдет к потомству ибо они уже не те что были лет за 10 за 15 тому когда и благодарность и ненависть их к людям имевшим влияние на судьбу их родины умирали никем не слышим и как эхо в пустынном ущелье теперь благодаря щедрой власти они чувствуют и мыслят иначе чем их отцы и главное в состоянии сохранить посредством книгопечатания позднему поколению священные для них имена благодетелей дикой еще но прекрасной их родины и ненавистные имена если бы только они знали такие имена сохранят их если не с такой энергией как это мог бы сделать наш Беслиний то с большей любовью к истине что уже само по себе составляет достоинство Беслиний обладал характером чрезвычайно гибким и в состоянии был давать самые благоразумные советы а между тем по удивительному смешению его качеств нравственных он часто не мог внимать убеждению очевидно благоразумному когда дело шло о личных его выгодах результатом столь резкого противоречия характера было то что наш Беслиний был человек в высшей степени способный на величайшие личные пожертвования для достижения предположенной себе цели или того что он подсчитал своей обязанностью после этого можно ли думать что в действиях природы всегда нам тайных нет добра там где зло нам кажется таким очевидным характеристические черты жизни замечательных людей во всяком народе любопытны в высшей степени но в таком народе как черкесский малоизвестный внимательный отличающийся сильными способностями ума они имеют двойной интерес выражая собой дух нравы и образ мыслей словом нравственную жизнь целого народа и общественный его быт они заслуживают наблюдения просвещенного человека между тем их описание весьма любопытное как простое чтение по крайней мере так казалось мне когда я охотно собирал сведения о жизни замечательных людей земли мне довольно знакомой эти люди похищены уже смертью но их или мы помним сами или из уст живых еще свидетелей их дел получили эти сведения тем не менее однако же собрание этих сведений дело более трудное чем кажется с первого взгляда люди которые должны быть предметом вашего труда жили недавно искры уважения и ненависти еще таятся в сердцах современников их друзей и врагов семейно-общественных отношений еще свежи и потому рассказы о их делах характерах подвигах и преступлениях один другому противоречит и в важнейших случаях с очевидными преувеличениями не говоря уже о том что подобные рассказы по необходимости должны носить различные оттенки впрочем ни многосторонность ни противоречия этих рассказов не уменьшает в моих глазах цену их не вредят ни цели ни плану мной у себя расположены для руководства при составлении моих статей неверные рассказы о народе в народе о каком-нибудь замечательном событии едва ли не больше знакомят нас с образом мыслей направлением духа и понятий и нравами этого народа чем голая истина самого происшествия как бы то ни было но вот перед нами раскрыты теперь главные черты жизни и характера одного из замечательнейших черкесов и предсходящего поколения какие же утешительные или горестные истины можем извлечь из жизни этого человека бывшего зачинщиком или предметом нескольких волнений народных главным действующим лицом стольких кровавых драм в земле прекрасной но брошенной судьбой на произвол тревог и кровавых бурь безначали немного утешительного однако же если вы имеете дурную привычку размышлять о причинах вследствия того что поражает на шум и развлекает ваше воображение то жизнь знаменитого Аббата может быть остановит ваше внимание на размышлениях о судьбе народа которому принадлежал и тут невольно предложите себе вопросы которых не угадывать не разрешать мне здесь мы не намерены все, конец рассказа в общем как мы видим Аббат был весьма противоречивой фигурой как сам султан Хангирей здесь такие размышления очень как бы так сказать противоречивые то он у него негативный образ принимает то наоборот он им восхищается то есть причем на страницах одной главы даже местами и сам султан Хангирей тоже он такой неоднозначный то есть позицию такую занимает вот поэтому штука интересная книжка султан Хангирей избранные труды и документы ее можно купить сегодня в общем-то в магазинах я ее встречал в обычных магазинах типа там в Краснодаре у нас есть дом книги например можно ее заказать электронном виде я знаю точно ребята торгуют в черкесске магазины не помню какой это есть и мой бывший магазин который сейчас снова владельцем Ставрополя Этна Черкесия есть в инстаграме аккаунт Этна-Черкесия есть сайт Этна-Черкесия.com там можно заказать такую книжку себе ее вам доставят в общем-то стоит она в общем-то ей недорого очень интересное чтиво на самом деле как бы вы не относили Султана Хангирей за его там пророссийскую позицию или против российскую там у каждого свое но сам факт что он очень много очень много записал и как бы сказать в названиях в фольклоре в топонимике в именах в историях у него есть там вообще в принципе оригинальные вещи о которых вы нигде не узнаете больше так сейчас посмотрю сколько у нас там по эфиру времени сейчас может мы еще 2041 успеем я предлагаю еще одно произведение почитать небольшое совсем это Уильям Симпсон значит был такой английский художник Уильям Симпсон который во времена Крымской войны в 1855-1856 году проплыл на корабле английском вдоль Черноморского побережья высаживался вот в эти брошенные оставленные русскими войсками эти форты Черноморской береговой линии дал нам некоторые свои описания дело в том что есть замечательные красочные картины у Симпсона все их знают ну многие знают не знаете можете загулить в принципе посмотреть вот его конкретно автобиографические воспоминания более редки я предлагаю их сейчас прочитать впервые они публиковались года два назад английского перевода был сделан в группе вдоль по линии Кавказа вконтакте сделает перевод Марина Спасенова тоже наш краевед которая часто много интересненького нам достает и переводит с иностранных языков итак Черкесия автобиография художника Уильяма Симпсона сейчас первое герцог Ньюкаслский бывший военный министр прибывший в Крым сказал мне что хотел бы посетить Черкесию и что адмирал обещал отправить для него судно вокруг этой области побережья мне было предложено отправиться с ним и сделать несколько эскизов посещение Черкесии было одним из давних моих желаний я высказал его адмиралу тот пообещал мне круиз в данном направлении ибо у нас была пара русских военных судов точнее просто военных судов курсирующих вдоль побережья и надолидающих за русскими которые эвакуировали свои форты я спросил герцога когда он собирается ехать так как не мог с чистой совестью покинуть Крым не увидев падение Севастополя герцог не имел четких планов и оказалось что так же ждал когда состоится это событие у меня сохранилось письмо от герцога датированное 21 сентября 1855 года где сообщается что сэр Эдмонд Лионс назначил нас на корабль Ее Величество который отвезет нас в Черкесию это судно будет готово до следующей недели то есть 26 сентября эта поездка стала приятным послесловием грандиозной драме теперь законченной осаде Севастополя помню как кто-то говорил тогда что перед Крымской войной число британцев посетивших Черкесию можно было пересчитать на пальцах одной руки издавна эта страна представлялась мне очень романтичной полной красивой женщин и я испытал самые приятные чувства связанные с посещением этой земли у герцога был слуга Лука которого он привез с собой из Англии это вот Лука который участвовал еще при Джеймсе Белле и Лонгвард и их проводил думаю он был грузином Лука поселился в Лондоне где у его жены был какой-то бизнес он мог поговорить говорить на всех языках Средиземноморья английском, французском, итальянском хорошо знал турецкий и кажется был знаком со всеми языками при Черноморье я видел как он изображал переводчика стоя в центре круга образованного представителями разных наций он поворачивался к каждому и говорил на его языке менять ежеминутно речь ему не составляло труда Освальд Брерли художник-маринист был сэром Освальда в нашей компании а до этого состоял при английской эскадре воевавшей на Балтике также на пути в Черкесию к нам присоединились и другие люди мы плыли вдоль южного бережья Крыма мимо виллы Воронцова и Ялты и пришли в Керчь 29 сентября я мог бы сделать еще несколько набросков так как не был здесь с мая прошлого года герцога естественно интересовал Яникале так как это название буквально означает новая крепость как его фамилия Ньюкасл некоторые шутили о посещении герцога Минникале говоря что это все равно что возить уголь в Ньюкасл старая английская поговорка означающая доставку определенного товара в город где и без того полно подобных вещей в начале октября 1955 года мы были уже в Анапе это самая северная точка Черкесии русские сражались здесь и на суше и на море имея многочисленные батареи в момент нашего прибытия здесь находились турецкие войска горы начинают расти непосредственно от южной оконечности Анапы но с севера и востока страна совершенно плоская 3 октября с большой партией черкесов мы поехали на восток мы прошли мимо или милю или около того к реке Кубань а здесь начиналось низкогорье граница горной Черкесии у подножия этих холмов текла Кубань она бежит на запад и северо-запад а также в проливах у Керчи эта река вместе с тереком которая течет в Каспии сформировала в свое время границу России в этом регионе в той части Кубани куда мы подошли был форт или скорее два форта друг против друга на обоих берегах здесь мы обнаружили большой отряд черкесов собиравшихся напасть на форты но мои спутники придерживались мнения что они просто хотят показать себя перед нами планируемая операция оказалась очень глупой форты имели укрепленные валы с абразурами и пушками у черкесов же были только лошади, винтовки и пистолеты а также шашки и кинжалы причем винтовки были их единственным оружием с которым они собирались идти на форт они были храбры на грани безумия вскочив на своих лошадей они поехали к фортам с разных сторон они приближались к валам быстро двигаясь по кривым траекториям а когда оказывались ближе всего к форту делали выстрел из винтовки и тут же удалялись такой бой вряд ли мог нанести вред форту или его обитателям когда черкесские винтовочные залпы прикремили раз или два из форта выстрелили к артечу берцог посоветовал черкесам отказаться от атаки тем более некоторые уже были ранены насколько мы видели убитых не было один из атаковавших подошел ко мне сраной на руке полагаю он принял меня за врача другой был очень плохо имея пули в верхней части бедра я же был заинтересован тем как будет проводиться операция старый врач имел при себе то что в Шатанде называют споккан сумку из кожи с шерстью на ней из нее он достал что-то вроде ножа и стал извлекать пулю она попала в кость и немного сплющилась пока проводилась операция я заметил что раненый был очень бледен должно быть действие такого грубого инструмента было бы очень болезненным но он улыбался и постоянно разговаривал с теми кто стоял вокруг удивляясь такому стоицизму я спросил Луку слугу герцога что это значит на этот вопрос Луке ответили что если бы мужчина проявил признаки слабости издал стон или крик на него тот час надели бы женскую одежду чтобы символически показать что он не был мужчиной мы покинули это место сопровождаемое черкесами в юго-западном направлении глава 2 4 октября 1855 года мы привели в Суджук-Кале где и нашли наше судно Суджук находится в заливе образующем одну из немногих хороших гавани на побережье Черкесии это первое поселение к югу от Анапы и придя к нему мы двинулись по дороге соединяющей оба поселения она была построена русскими по дороге мы дошли до небольшого заброшенного форта построенного для защиты от черкесов рядом с этим фортом мы остановились и вынуждены были принять участие в местных погребальных обрядах это были не похороны а поминальные церемонии того кто недавно умер кажется в течение нескольких недель или месяцев каждый посещающий это место должен был принять участие в никаких мероприятиях устраиваемых в честь памяти умершего в данном случае мы должны были выпить напиток под названием буза это было ужасно из чего он был сделан я не знаю Лонгвард отмечает что буза татарское название а по черкесскому это называется шуат и представляет собой смесь ферментированного проса и меда чрезвычайно тошнотворной один из нас предположил что это была грубая известь смешанная с жидким каучуком или гуттаперчей ни одна смесь не могла бы быть отвратительной по вкусу но неизвестно независимо от того что мы думали мы должны были это выпить за умершего кем бы он ни был конечно мы хотели оставаться в хороших отношениях с нашими хозяевами и чувствовали себя как тот черкес операцию над которым я наблюдал нам пришлось улыбаться пока мы глотали эту жидкость чтобы ни в коем случае не скривиться единственным облегчением для нас была возможность высказаться на английском языке и мы не пожалели крепких слов 5 октября 1855 года мы покинули Суджук-Кале и 6 были в Геленджике что немного южнее Суджука разумеется русские оставили оба этих места Суджук или Новороссийск как его теперь называют прекрасная бухта и со временем станет важным портом последовательность наших движений после этого путается по датам эскизов у меня сложилось впечатление что мы медленно двигались на юг Сухум-Кале посещая некоторые из эвакуированных фортов и что мы затем снова вернулись на север для экскурсии вглубь страны на другом из наших военных кораблей курсирующих вдоль побережья в старом пароходе Циклоп он ходил с тех времен когда господин Лонгвард наш консул посещал Черкесию и опубликовал о ней книгу он был направлен нашими властями чтобы поддерживать связь с здешними народами и сообщать о политических настроениях в этой стране потому что если война продолжится то была идея высадки здесь британской армии возможно в следующем году горная дивизия при серии Коллини Кэмберли упоминалась в связи с этой компанией у меня сложилось впечатление что Циклоп был нанят чтобы возить Лонгварда по разным местам для консультирования с начальством этот джентльмен присоединился к нашей партии и был в некоторых наших экскурсиях другой человек присоединившийся к нам Лоренс Олифант который с тех пор стал знаменит ему удалось случайно посетить Крым еще до начала войны и даже побывать в Севастополе когда шла война он опубликовал книгу «Русские берега Черного моря» и поскольку информации о Крыме тогда было очень мало книга имела большой успех он снова вышел в Черное море в поисках новых материалов во время путешествия по северным районам у нас был самый большой опыт наблюдения за черкесскими обычаями мы ехали на лошадях и мне пришлось использовать черкесское седло полоски кожи используемые как подпруги порвались и я соскользнул вместе с седлом и к счастью ничего серьезного не произошло несколько лет спустя Лоренс Олифант написал книгу «Патриоты и флебустиеры» патриотами он назвал черкесов там же он описывал наши поездки и частые неудачи моего седла те из нас кто захватил английские седла не имели таких проблем глава 3 наш путь пролегал через сторону без дорог здесь существовали только тропы создаваемые теми кто по ним проходил нам приходилось взбираться на холмы ходить по каменистым осупям и форсировать реки первую ночь мы наслаждались черкесским гостеприимством после длинного путешествия среди холмов мы дошли до резиденции князя это были несколько хижин с соломенными крышами и мазанными стенами один из которых оказался кунацкой гостиной отдельный дом для незнакомцев традиция добрых мусульман уважающих своих жен и детей вообще кунацкие были небольшими домами с земляным полом и глиняными уступами на которых гость устраивался спать днем они служили диванами трапеза для нас готовилась следующим образом кто-то должен был пойти и поймать овцу или козла которых забивали и готовили на ужин это занимало 3-4 часа но в обычах черкесии было не торопиться мы слышали как женщины милят кукурузу для хлеба в соседнем доме интерес к новому для меня окружению скрасил время ожидания ужина я словно перенесся в библейское прошлое все вокруг казалось таким древним как времена Авраама первым признаком готовности еды было появление нашего хозяина с латунным сосудом кувшином воды и полотенцем из кувшина каждому поливали на руки сразу после омовения хозяин подал пищу столы в черкесии не используется вместо них ставится нечто похожее на стул это круглая подставка почти 2 фута в диаметре и такой же высоты от земли с нее удобно было есть в сидячем положении на каждой подставке находилось отдельное блюдо горько вареной кукурузы была насыпана на стол похожая на кратер вулкана в середину накладывалось мясо с разными соусами кукуруза выполняла роли посуды и части трапезы большого разнообразия не было подали несколько таких кукурузных горок с бараниной радушие хозяина определялось числом поданных блюд поэтому ему необходимо было сделать видимость богатства согласно черкесским обычаям существует три великих достоинства острый меч сладкий язык и 40 блюд первое означает храбрость второе красноречие третье гостеприимство на языках востока 40 означает бесчисленное множество как древний Авраам стоял у дерева пока его гости обедали так и наш хозяин смотрел пока мы ели мы нашли правильным выбрать лучший стейк и предложить его хозяину тогда он взял угощение сел в угол и скромно съел угощение и вновь присоединился к нам это вновь напомнило не старые времена Гомер описывает Одиссея который будучи на празднике царя Алкиноя отрезал лучший кусок для демодока певца стоявшего у колонны описание подразумевает что бар не сидел за столом в нашем случае лакомым кусочком был хвостовой овечий жир курдюк разрезанный на полоски разложенный на блюде в наших сборах мы упустили мы упустили ножи и вилки и трапезовать нам было очень неудобно когда мы закончили хозяин снова подал нам воду для омовения необходимость убийства нескольких овец позже стала понятной у герцога был фирман из Турции показывающий его высокое положение черкесы в это время признавали султана так как русские пока не завоевали эту часть черкесии а держали под контролем только с территории вокруг своих фортов наружения выстрелов поэтому куда бы мы ни пошли нас сопровожал черкесский эскорт в котором я наблюдал двух-трех вождей как только мы встали от трапезы настала их очередь а затем она перешла к простолюдинам и я сомневаюсь что одной овцы хватило бы всему этому множеству голодных людей в завершение всего собаки получили кости в кунацких мы не имели шансов увидеть женскую половину общества мы находились в стране известной красотой своих дам но до сих пор не могли хорошенько рассмотреть их разве что иногда видели мелькнувшее платье черкесы мусульмане поэтому использовали систему гаремов хотя они не считались фанатичными последствиями пророка но это не значит что они ослабляли правила касающиеся женщин это была запретная тема а мы не хотели дать ни малейшего повода к подозрению зная что находимся на востоке мы не рассчитывали видеть женщин чем на семье где гостили однако один раз мне выпал счастливый шанс когда я решил зарисовать жилье нашего хозяина делая эскизы я заметил группу женских платьев в дверях это показались молодые девушки заинтересованные работой художника когда они отважились приблизиться ко мне я закончил рисование дома и набросал портрет одной из маленьких девочек это произвело большое волнение среди дам затем я нарисовал девочку постарше это увеличило восторг подошли еще несколько девушек и процесс рисования продолжился пока не была изображена вся женская половина дома за ходом дела наблюдали мои спутники из Кунадской когда женщины окружили меня а лед тронулся к нам присоединился сам герцог его слуга Лука остальные также вышли через некоторое время в стране где гостеприимство так высоко ценится предлагать деньги за прием было бесполезно но существует обычай делать подарки герцог привез для этого разные изделия шелка и кожи разных цветов ножи, ножницы, иглы, сумочки которые принято называть дамскими спутницами некоторые из предметов были подарены собравшимся к великой радости девушек еще пару раз после этого я начинал делать зарисовки домов с единственной целью выманить их обитательниц только так я имел возможность сделать эскизы костюмов не могу сказать что какие-то девушек были особенно красивы но мой опыт был очень ограничен чтобы делать какие-то общие заключения мои рисунки слишком поспешные сделаны не как портреты а только как зарисовки одежды глава 4 в ходе одной из поездок мы вернулись на побережье в место называемое Ардиллер но не нашли ожидающего нас корабля Ардлер мы были вынуждены оставаться здесь день или два в ожидании начальник укрепления был в то время в Сухум-Кале с войском Амара-Паши приветствовать нас вышла его жена случилось так что у нее не хватало еды было вареное просо и йогурт еще или скисшее молоко оба этих продукта не были похожи ни на кашу ни на кефир Олефант и я предпочли этой пищи голод но герцоги и остальные поели хотя этого было недостаточно после длительного переезда леди не вышла к нам не подала воды для мивения рук и не оказала прочих почестей но зато она села на лошадь и отправилась по окрестностям на поиски кур и яиц хлеба здесь было недостаточно его заменяла просо как только женщина раздобыла птицу и яйца они были отправлены к нам мы с Олефантом сразу стали запекать яйца в горячем пебле в один из дней я случайно стал свидетелем праздника мимо проезжали черкесы с одним из видных мужчин на передней части сидела сидела женщина я опередил группу держа перед собой этюдник и карандаш очевидно мужчина понял намек потому что остановился и расстегнул накидку прикрывавшую его компаньонку я едва успел сделать грубый набросок как мужчина постарше не понявший не одобрявший происходящего подъехал к нам и ударил лошадь с возмущением в тоне и жестах заставив процессию ехать дальше тогда я не знал что это было за собрание но потом мне рассказали что это свадьба в Черкесии еще живы старые обычаи похищения невесты и мне посчастливилось увидеть часть этого древнего обряда невеста была похищена и жених увозил ее однажды в северных областях Черкесии мы наткнулись на большие гробницы принадлежавшие глубокой древности это были мегалиты грубо построенные с каменными крышками в Черкесии рассказывают что когда-то здесь жили великаны и гномы великаны держали гномов в этих каменных тюрьмах а через круглые отверстия проделанные в стене кормили их рассматривая эти памятники исходя из других подобных примеров можно было сделать вывод что отверстие действительно предназначено для пищи которую оставляли мертвым в моих альбомах есть два наброска этих гробниц задированные 18 октября 1855 года Лонгварт описывает раскопку Беллом или Якубеком как его называли черкесы Кургана где он нашел грубо сделанную гробницу не содержащую ничего кроме нескольких терракотовых осколков ну то есть дольмены он имеет у него есть действительно рисунки дольменов хорошие 26 октября я посетил и зарисовал старую церковь в Лоре в Абхазии в нескольких милях к юго-востоку от Сухума меня отвели туда и оставили со священником единственным человеком которого я видел здесь за весь день его звали Василий Мачатередзи Василий русское имя аналогичное Уильяму я сделал его набросок и он сам подписал свое имя в альбоме протопоп это церковное звание он сам назвал себя так мы очень приятно провели время нам даже удалось найти пару слов в наших языках которые мы оба понимали войдя в церковь священник окунул кисть в святую воду и был очень удивлен что я уклонился от окропления у грузинских церквей церковь колокольня отделена от храма в данном случае она служила воротами того что можно было бы называть кладбичем дом священника был обшит снаружи простым деревом на внутренних стенах церкви сохранились следы фресок ну это вот все что описал он по крайней мере в русском языке доступное из воспоминаний в его автобиографическом дневнике у Вильяма Симпсона так-то у него есть примерно 15 красочных ярких картин которые он нарисовал уже позже много лет спустя по памяти и есть большой сборник скетчей так называемых то есть наброска в карандашов черно-белых где прям очень подробно расписано Анапа, Геленджик, Новороссийск, Туапсе там какие-то вот просто люди, одежды какие-то небольшие поселения черкесские там прям большой такой обширный тоже есть в группе вдоль по линии Кавказа у них в сборнике фотографий в контакте этот скетч и есть можно посмотреть все эти фотки точнее вот эти рисунки вот ну на этом наверное чтение закончим сегодня хотел еще поблагодарить всех кто поучаствовал в викторине она закончилась завтра я вечером сделаю пост где объявлю кто в общем по подсчетам количество баллов победил обсудим с победителем как доставить ему его подарок значит дальше я думаю будут еще ну периодически будут выходить посты сейчас уже чуть поменьше потому что есть куча посторонних дел этот эфир как и предыдущий будет доступны в YouTube конкретно этот эфир будет еще в сутки в сохранен в Stories а с предыдущим вместе соединенные они будут опубликованы в YouTube ссылка есть у меня в описании к ролику там есть ссылочка по ней можно перейти в YouTube этнографики и все это посмотреть если вы через время захотите послушать более удобное для вас время там же в описании есть ссылка для тех кто спрашивал как можно поддержать канал там есть ссылочка прямо в описании сейчас канала как куда чего перевести если есть такое желание что еще по поводу постов отдельных я в скором времени заведу отдельный инстаграм-канал которым будет посвящен конкретно тематике разного рода памятников надгробий размышления об этом теории практики этнографических связанные вот именно с тематикой надгробий памятник в кладбище каких-то ритуалов потому что не хочется как бы эту тему в общую запихивать она интересная я хотел бы ее выделить в общем если кому будет интересно подписывайтесь я сделаю отдельный пост там будет вся эта информация ну и пока наверное все если есть какие-то вопросы давайте отвечу в общем вот вот в общем в общем Продолжение следует...